Добрый день, Натальюшка. У нас ночь, я вообще-то спала, но у меня дети проснулись, и я увидела сообщение сразу же. Ну видите, что у меня тут сейчас один я все собираю, там разно, в покое уезжать. Да, да, я понимаю. Надо только описание обо всем. Игнатий Тихин, скажите, у меня вот к вам такие вопросы. Вот 2 Коринфина, 12 глава, вот начиная с 1 стиха по 6 стих. Тут такое состояние, я уже переживала это состояние, оно когда-то у меня было, ну я его прочитаю. Интересно, я только ткнул и открылась именно 12 глава, ничего не трогал. Просто вскрыл Библию, сразу открылась. Как будто ждал. Так что у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, нет, не против. Все, слушаю, говорите. Я сейчас как раз сама, у меня мужа пока еще нету, но я быстро это самая. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле или не знаю. Вне ли тела не знаю? Бог знает. Восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке. Только не знаю в теле или вне теле. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя предсказать. Таким человеком могут хвалиться собой же, не похвалюсь я, разве только немощами моими». Вы знаете, я такое состояние переживал где-то в три недели после вашего звонка. После вашего звонка у меня такое происходило дома, все вверх ногами, у меня руки… А какой мой звонок, Наталья? Я вставлю. А какой мой звонок? Я же не звонил. Какой мой звонок? Нет, это последний раз, когда мы с вами разговаривали. Ну, вы звонили, а вы мне позвонили? Это от вас звонок был, а от меня не было звонка. Не-не, я не говорю, что от вас был звонок. Ну-ну-ну, это последний, да. Поняли, говорите дальше. Да, у меня было это такое состояние, у меня как бы тело здесь, а душа она не здесь. У меня когда-то было такое состояние, где-то 13 лет назад, вот эту благодать я ее почувствовала. И у меня… как сказать… я… то есть кости моя плоть здесь, а душа моя она не здесь. И у меня очень много всего видела и… ну, очень много откровений, я даже никак это не знаю объяснить. Вот скажите вот, у меня такие вопросы. Вы хотели ехать на восток благовестия, вы так и не поехали, да? Как? Мы съездили, все. На восток, это до Дальнего Востока мы дошли, Владивосток и Находка в 13-м году. А больше я никуда не еду, все, ресурс кончился. Я ездил по библиотекам, на первом месте книги дарил, а потом встречи были, мы все сделали, что нужно. Закончили севером, прошли Скандинавию, тут дошли мы до Лиссабона, Португалию, Турцию. То есть все, что было намечено, выполнили и больше того сделали. Только в окрестности наших деревень мы раздали 30 тысяч Евангелий. Так что нет, мы все выполнили, слушаю дальше. Скажите, а вот в Сирии, в Египет, в Израиле, в Ирак, в Саудовскую Арабию, вы никак не хотите благовестия ехать? Никак, никак. Во-первых, мы не знаем языка дальше, никто нас туда не приглашал и люди говорят, а зачем я пойду-то? Смысл какой? Если я не знаю языка и они не знают. У меня главное... Нет, там каждый второй человек... Меня это не интересует, совершенно не интересует. У меня приезжали несколько раз из Израиля, приезжали бесплатно, все. А зачем я пойду? Я мысленно представляю, я в аэропорту, туда-сюда, время потратил все-таки. Вторые прилетели, что, торгаши смотреть? Как сумочки из рук выдергивают? В Израиле-то, или в Греции, на Афон, там разговаривают даже не о чем-то. У меня воображение развитое, я представляю, я уже там нахожусь, я потратил время, ну и что, за чужой счет ехать? Я зачем? Я отвечаю за это перед Богом, не вижу в этом надобности. Ничего нет. Ну вот смотрите, допустим, в Саудовской Аравии есть Ефиопская церковь, да? Да. Это же крестьяне тоже. В Саудовской Аравии, там как раз самое развитое у них мусульманство. И все их законы пытаются они употребить где-то. Там убивают друг друга, даже до суда не доводят. У женщины что-то... Она говорит, это не я была, это другая. Они прямо на пути в суд уже отрубили головы ей. Куда ехать-то? Зачем я туда поеду-то? Это поехать к тем, которые убивают на каждом шагу. Они ничего не слышат. Они как демоны вырвались на свободу. Это у них ни в Коране не написано нигде. Шариат. Какой шариат? Убивать невинного человека разве это шариат? Христиан убивают, как в Сирии, подряд. А у них разве так написано в их священной книге-то? Это, говорит, люди Писания называются. Если они их победили где-то, то накладывается закят. Налог. И не больше того. И платят налог одну двадцатую часть. Я законы-то их знаю. В 18-й том у меня полностью весь Коран разбираю по сурам аятам. Они не знают Бога. Они не знают своей религии. Это убийцы. Банда. Собралась огромная банда. Они сейчас вот с ИГИЛ там что за... Я не говорю о всех. Я говорю о тех, которые нарушают свои правила, какие у них есть. Уничтожают друг друга, подрывают. На детский сад прошло. Стоит нянечка. Смотрит, как дети играют. А мусульманка под видом бабки подошла. Начиненная взрывчаткой, гексогеном. Рванула и всех на площадке убила детей. Праздник у них. У них праздник сегодня. Там Байрам или что. А они в это время хоронят. Это что? По закону? Это демоны вырвались со свободы. Там людей нету. Там демоны одни в человеческом образе. И убили там мусульман своих. Своих убивают. Имамов там. Мулу. Подряд стреляют всех. Взрывают и прочее. Женщин, которые взяли в ИГИЛы. Сейчас описываю. Там изиды были. Жили мирно у горы. Но они язычники-то. Мужчин вывели в этот день первые. А которые не воевали. Оружие не брали. Всех расстреляли. А женщин насилуют и насилуют. Там шести лет. Это что? По-божески? Этих людей... Да, да. Я смотрела эти видео на арабском языке. Но есть земли, к которым они не прикасаются. Они до туда не доходят. Вот, допустим, в Египте есть христиане. Они туда не едут. Если ехать туда с благовестием. То есть только в храме. Среди своих христиан. Там дорога-то другая нас останавливает. Наталья, мы ездили, знаем, что такое. Шесть мусульманских Христу или Турцию прошли. Я говорю не по наслышке, не по книжке только. Перед тем, как ехать, я все собрал из интернета, что известно. И переплел в книгу отдельно себе как брошюра. И ничего нигде не сошлось. Ни в одном месте. То есть говорят они правильно, но на нас не срабатывало. К нам мусульмане относились как к самым близким друзьям. Они сами... Я у них в мещете молился. Крестился и кланялся. Они вокруг меня собрались ваххабиты. Там три кольца. Рот раскрыть не дают. А когда я кончил говорить, они все улыбаются, стоят и по плечу хлопают. Ну да, они сначала так. Они сначала начинают говорить. Вот если есть русский перевод, даже самые злые шеи. Потом они как-то смягчаются сердцем. Это мы не знаем. Это Бог знает. Вот как влияют наши слова. Почему? За нас многие молились. Молились все. Молились сектанты, пятидесятики, баптисты, православные, старообрядцы, католики. За нас все молились. Мы едем дорогой, а нам ролик сбрасывают. Я никогда такого ролика не видел больше. В Великобритании стоят взрослые, мужчины, женщины и дети. Их крестятся. Баптисты. Крестятся. Господи, благослови Игнатия, миссии, друзей его в пути. Молятся. Конкретно ролик нам посвященный. Я больше этого не видел. Вот как Бог делает. А когда на нас в прошлом году напоздал Роспотребнадзор, за нас молились. И главное кто? У баптистов этого нету. Круглосуточно установили молитву. Мало того, они мне пишут, там харизматы какие-то. Мы, говорит, делаем по тысяче поклонов за вас. Они в суд-то подали. Сейчас закрывают лагеря. Тысячи лагерей, говорит, закрыли. В некоторой области ни одного лагеря детского не осталось. А с нами ничего не могли сделать. Суд прошел. И суд отказал им выисковое требование. Отказал. Но мы за это время... Я-то внутренно, я молился. И мне уже открыто это было. Воевать нельзя. 45 лет я воевал. Я понял, здесь нельзя. Приступил конец. Они напали 18 июля в 22 часа. А в 22 часа 5 минут я уже ликвидировал лагерь. Переходим в деревню. Детей сразу перетащил. А они вахтой дежурили, полиция не отъезжали от лагеря. Детей нету. И мы приобрели несколько домиков. И сейчас вот я заезжаю, мы сразу помещаем 4 домика. Уже все приготовлено. Вот, послезавтра завозят продукты. Да, я видела, я видела. Очень-очень хорошие там шалаши, да. Мы приняли как от Бога. Роспотребнадзор как от Бога Господь послал. Мы тот этап прошли. Мы выходим в настоящие дома теперь. Новые пруды. В другом месте будут купаться. Где будут готовить? А молиться? Все будем ходить там, где были. Заниматься. Все там будет. Даже поставить нет столы, которые прибивались. Решил нет. Чтобы они видели, что ничего нету. Где нужны шалаши? У нас шалаш на 30 человек. Там могут идти занятия. Обедать там на холме, где были-то. Каждый несет. Это все мы заснимем и покажем. Не из лагеря еда идет, а из разных мест, где живут дети. С родителями. В прошлом году был один. Приезжал Королев Константин. И привез сына Егора. Мальчик-то большой, но, видимо, они хотят лучше, чтобы он был. И он не нашел ни одного лагеря. А там скаутские лагеря в Америке, в Канаде, в Европе. Они только нашли лагерь наш, на навозной куче. Так они едут. В Цюрихе остановка. Вторая остановка пересадка в Москве. И потом в Барнауле. Это на самолете. Мы уехали в прошлом году. И ни слова нету. Я понял, что им, видимо, не все пришлось к месту. И вдруг сейчас пишет. Вот. Мы к вам хотим опять в этом лагере. Но только я это уже мать и плюс две дочери. Четыре человека вместо одного. Вот как Бог делает. И 27-го мы уже встречать должны. Уже точно, когда приезжают, кто их отсюда берет. Но они заплатят за это. Таксист. Уже все у нас договорено. Еще нет ничего. Уже все готово. И сейчас вот пишут с каких мест. Одна там мужем брошена. Одна осталась. Который. Энурес. Это ребенок под себя. Морщится ночью. Я их не брал. А нынче в отдельном домике я могу принять. Рядом как раз озеро. Она может и постирать и все. Понимаете. В прошлом году я не мог принять. Один мальчик подошел и говорит. У меня собачку подарили. Я здесь занимаюсь. А можно собачку? Я говорю нельзя. У нас в уставе написано нельзя. А дальше посмотрел. Так у нас это в лагере нельзя было. А ты в отдельном доме будешь. Ничего можно. Теперь конуру поставим. Забирай собаку. Теперь. Вчера мать спрашиваю. А взять книгу как обучать собаку. Конечно возьмите. Вот и все. Они нас в другой формат поставили. Лучший. И поэтому мы молимся Роспотребнадзор. А их 110 тысяч там. Это 110. Это 10 дивизий. Нам никогда не побороть. И суды их слушают. Прокуратура слушает. Полиция слушает. А у нас ничего нету кроме Бога. Но большинство говорит не там. Где много. А где Бог. Я вот скажу о себе. Мне ни разу за всю жизнь мою. А мне вот 10 июня в эту субботу будет 78 лет. Да. Я ни одного голоса не слышал. Ни разу не слышал. Я не видел никаких видений. И я против. Меня они не нужны. Я просто молю. Мне не надо. Златоуст говорит. Мне чуда не надо. Я верю. У меня огромная вера. Всему написанному в Писании. Все. Я нахожу ответ в Писании. Слушай. Говори дальше. Ну у меня тоже вера. Вот. Я верю. Что по словам. Просто я это испытала на себе и на людях. Поэтому я знаю. Вот именно вот эти вот страны. Сейчас именно такая почва для них. Вот именно христиане. Они здесь как приток. Они все ищут. И Эритрия. И Ираки христиане. И сирийцы христиане. И арабы христиане. И эфиопские церкви. Они все ищут. Вот именно. Но они знаете. Нет такого человека. Вот как вы. Или вот. Вот у вас допустим есть вера. Вы знаете Писание. Но я знаю. Как на них повлиять другим словом. То есть. Вы когда обратились. Вы просили у Бога веры. Веры в Святую Библию. Да. А у меня была вера. Она во мне жила. Но я просила у Бога мудрости. И страха Божия. И терпения. И. Ну. Чтобы человек. Бог не послал такого человека. Я ведь. Я ведь вас когда-то в детстве видела. Что я сижу у ваших ног. Но это как бы визуально. Я только сейчас понимаю. Что вот. Вот. Я читаю ваши труды. Но я. Я на самом деле. Если вы так визуально. Я и сижу у ваших ног. Я. То есть. Я вижу вас. Вот. Я когда вас первый раз увидела. Я. Я когда смотрела этот детский мультик. Вот. Вот. Который. Я. человек во всем. Во всем мире. Во всей вселенной. Которое. Не каждый может. Если услышит. Но все равно. Придет месяц. Два. Пять. шесть месяцев. Все таки. До них дойдет. Что вы говорите. Я имею в виду. Вот. Благовестие. Вот. Во все. Вот. Вот. Среди. Вот. Благовестие. Благовестие в храмах. Вот. Эфиопские церкви. Только в храмах. У них у всех есть люди. Которые говорят на русском языке. Они изучают все русский язык. Они каждый второй знает русский язык. Они знаете. У них. Проблема. У них когда война. Я заметила. У них видео есть на арабском языке. Я просто их просматривала. И вот этот ИГИЛ. Он именно уничтожает. Что? Они уничтожают. Послание к римлянам. На арабском языке. У них есть. Прям. Они прям так. Показывает его. Евангелие. Они. Ну. Именно. Вот. Все. Апостола Павла. Вот. То. Что у него есть. Откровение. Они все. Все. Вот это уничтожают. Прям. Они показывают видео. Прям. В храмах. Ну. Это ИГИЛ. То есть. А если они уничтожают все. То люди вообще не будут ничего знать. И благовестия никакого нету. А люди-то с востока. Они не приходят. Они не обращаются. В Евангелие же написано. Придут люди из запада и из востока. Да? То есть. Не именно прямо из востока. Если в прямом понимании понимать. То что люди из востока. Может они где-то здесь. А за границей живут. Ну. Как Бог укажет. Дело в том что. Я. Вот если будет миссия. То я. 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 Двумя руками и ногами. Дело в том что. Вот. Что делают сейчас ИГИЛы. Русские там. Участвуют. Вот. И много погибло уже. Бывает иногда разбомбятся. И сразу там все у них. Что были. Руководители какие. Все погибают. Там база эти нефи сжигают. Это смотреть. Мне всех жалко. Я. Я написал письмо Путину. Президенту Российской Федерации. Министерства внутренних и иностранных дел. Чтобы мне дали проезд в Сирию. Проникнуть к ИГИЛу. С ними старание договориться. И нас вступили с ними уже переписку на арабском языке. У меня помощники были. По арабски с ними беседовали. Чтобы они меня приняли. Приняли. И я принимаю их условия. Что никому не говорить. Без их ведома ничего. То есть я буду молча. Буду находиться с их руководством. У меня программа простая была. Я там живу среди них и молюсь. Больше ничего не надо. Самые опасные места. Где бомбят. Где громят их. Только быть там. Нигде я глухонемой. Я не разговариваю. Только быть рядом с ними. Но говорить буду тогда. Когда они соберут людей. И разрешат. Официально. Только тогда. Понимаете. Начали. А вы пиаритесь. Вы о себе. Люди ничего не знают. Которые ничего не знают. Он просто не может терпеть. Что ты другой. И мне пришел ответ. С благодарностью. На те страны. Которые отдел занимается. Министерство иностранных дел. И за патриотические там взгляды. Как они усмотрели мои патриотические взгляды. Дальше то никто не знает ничего. Я больше не говорю. Еще бы вы там делали. Что делали. Я. Зачем вам буду говорить. Я сказал где и что. Я буду отдельно. Я все буду делать про себя. Но выступать и говорить. То есть я не нарушу их устав нигде. Если до вечера постятся. Я буду поститься. День два. Все как надо. Не выходить. Сказали вот чтобы ты не выходил отсюда. Буду сидеть и не выходить. Быть рядом. То есть я знаю силу молитвы. Сила молитвы. Я сказал им. И она будет бить больше чем ваши ракеты. Чем ваши новые бомбардировщики. Мне их жалко. И тех. Я очень хорошо понимаю. Игнатий Тихонович. Я знаю что такое сила молитвы. Я знаю что такое даже вот среди вот этой опасной зоны. Но вы писали письмо поехать именно в Сирию в ИГИЛ. Вот вы бы поехали знаете с какой стороны. Вот смотрите. Вот Египет, Ирак. Вот где находятся курды. Не доезжая до Дамаска. До этой стороны. Вот именно с другой стороны. У меня нет на это откровения никакого. И у меня ничего уже нету с чем я бы поехал туда. Мы поехали в Турцию. И судя по Турции я уже понимаю какое отношение везде. Нет. Это для нас мертвая зона. И я ничего не даю кроме того что гибнет все что у нас было. Гибнет все. То есть я это не просто так вот сел и напугался и спрятался где-то. Мне наоборот когда уезжал вы вы совершенно поступаете неправильно. Ну вы уже вам видно что мы уже сразу поняли. Вам охота умереть за Христа мучеником быть. Ну правильно. Но этих то зачем берете с собой то. Которая команда то с вами то. И ни один не вернется живой то. Не ездите в Чечню. А мы три раза были. В Дагестане. В Азербайджане. Я говорю вот ночевали в доме Мулы. Мы когда там беседуем. Мы же видели где. Какое отношение. Но дальше нет. Прежде чем куда-то поехать апостол Павел не просто знал обстановку. Он молился но дух не допустил. Дальше снова молился. Дух не допустил. И потом видение. Муж македонянин говорит приди к нам Югославию. Помоги нам. То есть я не жду видения. Но внутренне я чувствую это не мое. Это не мое. Может быть у кого-то поприще будет. Он скажет об этом. Я буду молиться. Вот когда мы закончили все поездки уже. На север я уже не еду. Не еду. Без меня здесь. Ну просто просят не уезжать. У меня лагерь был. Дети. Люди приезжают отовсюду. У меня нету. Приезжают. Поживут. А я еду там и еду. В среднем мы в день проходили тысячи тридцать километров. Тысячу тридцать. И сколько встреч. И трещь идет не от двух трех. Выезжая куда-то мы всегда брали с собой. Отсылали. Почти четыре тонны книг. Тонны. Евангелие. И книги мои. И везде. И все на все. У меня справки там. Печати. Где были. Выступали. В библиотеках. Главное это среди русских. Русская диаспора где. И куда Бог не допустил. Не допустил прямо. И причин никаких не было. Самое трудное открывать визу было в Великобританию. Доехать в Новосибирск. Барнавул это 250 километров мотаться. Отпечатки снять. Потом роговицу там снимают. И проще. И только приглашение. И мне пришло приглашение от их. Называют пастор. У нас нет это. Пастор есть. А пастор это уже еретик. Но у них там какое-то совещание. Протестанты. И они сделали все. И нам не открыли. Пришлось ехать. Долго не открывали. Не отдают паспорта. И тогда. Когда я сказал здесь в Новосибирске. Где выдают паспорта. Ну. Визу заверяют. Все. Заверяют. Я говорю. Мы тогда будем бить посольство. Английское там. В Великобритании. Да вас. Вы на пушечный выстрел не допустят. Там охрана такая где-то. Ну. Я помолился. И с нами поехал Игумен. И он все это описывает. Игумен отец Кирилл. Игнатий сказал. Говорит. Я верю. Что будет это. Вот. И вдруг нас принимают. Принимают. И выходят на встречу. Я даю им книги там. С надписью. Они фотографируются с нами. И все которые. Охрана там. Полиция. Все замерли. Стоят. Никого нигде. Как будто бы и нету. И на другой стороне улицы только. Можно стоять. И то вдалеке. Близко не подпускают. Ну. Разное там бывает. Начинят машину. И дальше взорвут. И. И. Мы сделали все. Как могли. Все. И. Однако мне отказано. Почему. Почему. И ответ они дают такой. Что у вас не проставлено число. Приглашение. Число. Цифра. Ну там же видно. Что. События. И проще. Сходится. Я даже не видел. Что число то. Не показано. Это. И проверили. Запросили. Нет. Я понял. Что. Промассоненная Англия. Ничего не примет. А там ждут. Там уже заплатили за нас. Где будут. Встречаться. Паром. Переезжать в Финляндию. Все оплачено уже. И. Уже запрос в московскую патриархию. Здесь сделали обо мне. И. Впервые. Патриархия. Дала добро. На встречу со мной. С русской диаспорой. Которая. Принадлежат к московской патриархии. Это. Удивительно. Но я знаю как они относятся ко мне. А потом извините. То не знали. Там и проще. Как Дворкин. Но. Пропали там конечно деньги. От нас это не зависело. Мало того. Нам только подъезжать к Англии. Мы думали другим путем сделать. Вызвать оттуда. Здесь все сдать. И тут то было. Подъезжать. Только рядом. Машина ломается. Во Франции. И мы немножко стоим. Ничего не ремонтирует. Она пошла дальше. Но мы побыли у Валентины с Артисон. И дальше решили проезжать в Данию. Едем туда. Все нормально. В Дании. Мы встречаемся. Книги берут. В Королевскую библиотеку. В Швецию только заехали. Машина ломается. И не стронуться с места никак. Мы только на эвакуаторы потратили. Я сейчас не могу сказать. Но. Тысячи евро. Тысячи. Евро. Пока нас тащили. На эвакуаторе сто раз дороже чем своим ходом. Сто раз. Да. Да. Швеция это вообще страна денег. Ну и все. Вернулись. И нас утащили волоком. В Калининград. Посоветовали. Русские там нашлись люди. Ну а дальше пошли подремонтировали. В Нижнем Новгороде машины изданы. А там нас чуть не на руках носили. И корреспондентов. И главный инженер. Главный инструктор. Нигде не принимают. Мы только вышли. А учреждение там пятиэтажное кажется. Я. Ребята. В сторону. Братья. На молитву. Встали. Давай молиться. А нас оттуда прогнали. От входа то. Народ то идет. Ну то. Большая организация то. Машины выпускает то. И глаза открыл на молитве. Смотрю. Стоят важные такие люди. Главный инженер. Главный там. Архитектор. Или кто там. Конструктор. И тут начались разговоры. Сразу вызывает человека. Садится в машину. Проверяет что у нас. А мы уже отремонтированы. Все бесплатно. Идут там в столовую. Оттуда идут к нам тащат помидоры. Там что постная еда какая. А мы говорим. Мы в ресторан не пойдем в ваш столовую. А здесь. Это Бог делает так. И вдруг. Уже все готово дальше ехать. И который за рулем сидит. Он говорит. Я не могу дальше ехать. То есть все. Преграда позади. А преграда в нас. Он говорит. Я дальше не могу ехать. Почему. Не могу. Дальше не могу. А он дальнобойщик. Такой молодец. Не могу. Что. То ли жена сообщила. Что рожать ей время. То ли еще что-то. И все. Я благодарен ему. Николай. Ты. От Бога. Это дар дан такой. И как мы вернулись. И сохранили машину. И все. А в Швеции были. А тут свои. Которые за нами следили. Сразу. Машину бросайте. Перегружайте. Сейчас перечисляем деньги. Покупайте иномарку. И едете дальше. То есть спонсоры были не копеечные. Но мы все вытащили свое. Привезли. И теперь. Все отремонтировано. На следующий год ехать на север. И я уже не еду. Едет Сергей Пупков и Валерий тут. Сокольский. И. А ехать то. За рулем то должен дальнобойщик быть. Ремонтируй. Краснодар. Это совсем другой стороне. Он приезжает. Марьяцев Александр. Я их благословляю. Батюшка благословил. И они возвратились с миром. Сделали все. Все как надо. От Бога это. А та сторона это уже не моя. Я по Америке много ездил. Я знаю что такое не быть дома. Ну доехали до Владивостока. Порт находка. Что они понимают. И Лиссабон. Тихие океаны. Атлантические. Соединили. Это не наше. Это не мое поприще. Значит кто то другой. Мы были в Турции. Мне очень понравился этот народ. Я не скрываю. А то у вас и слава фобия. То есть. Вроде боюсь я их или. Нет. Мне тоже понравился этот народ. Вот именно вот. Именно Стамбул. Там где новый Стамбул. А не старый. Вот это Шишли. Там очень хорошие люди живут. Эти которые все сюда понаезжали. Это все. Это не турки. Это совсем не турки. И совсем не верующие люди. Это люди которые любят кусок хорошей жизни. У нас в Турции русская мафия когда захватила. И не выпускают. Только деньги. И мы не можем с таможни никак уехать. Никак. Я тогда сказал на молитву. И опять на молитву встали. Мы почти сутки стояли на молитве. И вдруг все тронулось. Турчанки подходят нам. Которые на таможне сидят там. Пить что то дают. Другие. Мы в совершенно другую остановку. И все. Пришли руководство. Все это раскрыли. Посмотрели. Благословили. А на молитве стоим. Я тогда лучше слышал то. И эти братья слышали то. Проходят этот мафиози. Они отдохнули. Другим передают нас. А этих нам не взять. А этих нам не взять. И все. Нас нельзя было взять. Мы прошли. Мы когда шли из Чечни. Дошли такими тропами. Там одно колесо над пропастью висит. В одном месте мы все стали только выезжать где-то. Ночь. Мы остановились. А там открыта у них мойка где-то. Ну молодежь там от семнадцати до тридцати лет. Не мужчины. Женщин нету. Они туда-сюда, туда-сюда обнимаются. То есть колготятся. Что то у них там свой сабантуй. Какой есть. Мы обедаем. Я поднял глаза. А напротив. Мужчина стоит. А собаку привязал рядом. Что он никому не мешает. В стороне там. Пустые одни. Он стоит с ружьем нацелился. Я как соскочил. Собаку буквально закрыл с собой. Что? Он ничего не говорит. Я собаку отвязал. Рядом держу. Они нас посмотрели. Мы молимся. И все. И они-то знают, что мы раз стоим рядом. Я через шторку то вижу. Они могли бы нас оттуда согнать. Видимо им сказали. И нас они даже не подошли. И мы утром вышли. Нормально в путешествие. И ушли. То есть я видел. И как-то мы приехали только. Это было в Дагестане. На Хищеване кажется там. И проходим. И так. На лестнице стрелка. Комната для намаза. И мы когда. А библиотекарь. Мужчина. Представитель. Сфотографировался с нами. Книги передаем. Все засняли. Мы говорим. А можем зайти и помолиться. Пожалуйста. Он звонок дал. Нам открыли. Мы подошли. Разулися. Здесь рядом. Зашли. Один снимал. А остальные стали молиться. Помолились. Да очень наш. Потом поклонами. А потом стали как они. Мы тоже молимся так. Вниз. И молиться о мире этой. Земле. О любви. Помолились. Все это. Они же слышат. Вот у них везде стоят эти где-то. И мы выехали нас. До свидания. Кажется библиотека имени Расула Гамзатова. То есть мы это испытали на себе. Вот в Швеции. Там в Польше. Как говорили. Я ничего не отрицаю. Но на нас не сработало. Там вот только деньги взять. В другом месте. Там на собаку дополнительные. На Украине самые плохие взяточники. Буквально все. Но денег мы ни рубля не дали. А книга эта не считается за взятку. Я дарил книги. Пробивной этот. Дальнобойное орудие било. Вот так. В Польше. Да там она понравилась. И в Польше. Дороги. Да. В Юры денег много. Но они дороги делают. Но в Греции не понравилось. Через каждое там 10 километров. Стой. Плати. А машина наша на 10 сантиметров выше. И платить как грузовая. Они с нас столько денег содрали. У них работать нет. Заводы. Ничего у них нету. Они торгаши. Мне это не понравилось. Ой страшно. Мне тоже не понравилось. Я даже молилась Господа. Господи. Пересели меня из этой Греции. Я увидела же там Мари, Содом и Гамора и торгаши. Больше там ничего нету. Ничего. Собрались они там у наших. Которые в Потеряевске жили. Плотниковые. Она собрала. Марина-то такая. Она на вас похожа. Такая активная везде. Собрала людей. И они меня спрашивают. Кто-то из них. А как вам в Греции? Я говорю. Вот мы были в Салуне. Большего безбожия, кажется, нигде не вилла. Безучастная. Не допросишься где чего. А зашли. Иконы стоят. И портрет Путина. А это флаг русский-то. Я не против. Но я живой русский среди вас. Если вы разговаривать не хотите. А с турками говорю. Он к каждому слову прислушивается. Понимаете, что мы на его все это увидели. Хорошее, что нас там приняли какие. И тогда уже через наших. Везде по-другому стали относиться. Да, я видела эти ваши два видео из Греции. Мне даже вот эта вот баптистка так удивила. То есть я обратилась. И все. И на этом остановилась. И все. И даже не идет. Было покаяние. Не обратилась. И все. Но если ребенок там заболел. Это еще. Это какая-то часть. Это какая-то частица этой веры. Да. Это маленькое испытание. Да. Вы знаете, Игнатий Тихонович, я обратила внимание в жизни просто по своему опту. Туда, куда люди говорят, что туда невозможно ехать. Там страшно. Там режут и убивают. Но Бог так делает, что именно туда как раз нам и нужно. Да. Я это убедился. Вы согласны? Убедился. Я тоже в этом убедилась. А вы знаете, я когда везде не ездила, даже я не могла говорить, но даже вот так на пальцах, люди даже верующие, вот именно люди Востока, я имею в виду, турки, Ирак, Египет, сирийцы, курды, какие бы они ни были, даже у них женщины, вы понимаете, если провести туда благовестие, если народ восстанет, то там никакая армия, ни полиция, ни президент, они ничего не смогут сделать. Если люди встанут, народ встанет, там никакая власть ничего не сможет сделать. Вот посмотрите, вот в Египет поехать, да, вот если поехать со стороны Турции, Стамбула, да, из Стамбула есть туда кюртские земли, именно вот эти деревни, которые они их захватили. Сейчас же будет такая война, они же все наехали здесь в Германии, они здесь друг друга прямо разрывают, издеваются прямо. Турки с курдами дерутся, они, у меня муж, вот у меня как-то получилось так, у меня была целая неделя гость из Греции, он приехал, это он муж, и я его спрашивала, ну, всю историю, все, я смотрела как по Библии, он говорит, да, он даже, говорит, есть у нас, они говорят, они на самом деле они не мусульмане, они языды. Просто им стыдно называть себя языды, язычниками, им лучше сказать, мы курды, ваххабиты, мусульмане, чтобы сказать языды. Но есть, которые, да, признают, вот они не могут, вот есть, которые обманывают эти, даже не мужчины. И если, вот они очень любят разговаривать с христианами, они, знаете, они воспринимают все на слух. Они не могут читать, они не учились, но у них именно слух, вот они слышат это. Если бы можно было бы такую миссию создать, я бы только за, я считаю, что среди благовестий должна быть женщина. Ну, кто-то, может быть, я знаю, мое поприще другое. То есть я сделал то, что имел здесь, невыполнимое оказалось, приобрели специально машину, это не две копейки, новую, с завода. И именно столько надо где, надо было где-то ставку иметь, куда забрасывали мы специально, и туда контейнера везут. А оттуда каждый раз в неделю возвращается 25 экземпляров. 25, 700 килограмм 50 на неделю. То есть у нас все было высчитано, и какие люди были. Ну, все абсолютно шло у нас как назначено. В конце с Англией. И тогда уже пришло объяснение, от чего это и как. То есть оттуда я мог не выйти неживым. Хотя я дал завещание на дорогу о теле своем, чтобы привезти. Это сделал завещание, нотариус заверил по-английски, немецки и французски. Вот. И просто так они, а на меня очень сильно имели там эти, английские говорят, которые промассоненные группы. Потом открылось. Они дважды заказывали, радиостанция «Свобода», она там от них идет, заказывала поганые статьи против меня. Заказывали прямо. В Лондоне заказывали статьи против меня. Это чего-то стоит. Но вы понимаете, эти англичане, это они же поставляют оружие в ЕГИЛ, в Сирию. Они же сделают эту всю заразу. Это не только Америка. Это вот Англия, Франция, эти все садовиты. Но главное, против одного человека конкретно. Они меня знают разве? Знают. Я говорю, а как вы знаете? Меня, говорит, избрали, чтобы я написал. Его звать Александр Тихонович Черниченко. Он работал в «Молодежи Алтая». На вокзале встретился. Говорит, мне статью против вас заказали. Но, видно, заплатили хорошо. Я-то дальше доказываюсь. Я говорю, что он ездил в Потеряевку. Потеряевки-то не было. Детский лагерь-то. И вот статьи, помещенные у меня в книге, для слова Божьего не туз у меня. Видно там, с Черниченко. Вот. И я говорю, и что? Да что? Не пишется? Я говорю, и давно? Две недели? Две недели бьется. И не могу, говорит, ничего написать. А почему? Он знает только то, что видел. А им это не надо. Им надо такое написать, чтобы меня компрометировало. А этого нет ничего. Вы не обо мне пишите. Я сегодня разбор сделал. Один выступает. Он, ну, небольшая такая статья, но примерно раз в 60 солгал. То есть, совершенно ничего нету. Где я родился? Где я служил? Все-все выдумано. Это не моя биография, но мое имя. И речь идет обо мне. Где я родился, даже не там пишет. И где я служил, все неправильно пишет. То есть, ложь. Они ленивые. Ну, так разве можно работать? Но я знаю, они часто причащаются. Это патриаршие ублюдки. Это изверги. Игнатий Тихонович, а вот отец на ум писал в московскую патриархию. Там пришло письмо, что они хотят, то есть, разрешают вам, ну, чтобы вы занимались. Дальше не пошло. Не пошло. Все, дальше нету? Приехал игумен ко мне на дом. Поговорили. Я встал вот так вот перед ним. Я говорю, ты меня видишь? Нет? Филарет. Вот я стою так. Вот какие брюки. Ну, я говорю, буду приходить втроем. Один мне, если я не раз слышу говорить, один снимает. Согласна. Я говорю, в такой форме выйду. Согласна. Я тогда решил дальше уже говорить. Я говорю, ну, я буду говорить. Какие предметы? А география, мировое искусство, написание, ну, там, сектоведение. То есть, я взял пять предметов у них. И при том, это все я буду делать бесплатно. Бесплатно. Вы понимаете, что такое? Ну, согласно. Я дал книги ему. Дал архиерею. Уехали. Все. Антракт молчания. Когда я был, преподавал в университете техническом, вызвал меня ректор Ивсигнея Владимир Васильевич и говорит, бизнесмены, ну, как говорят, русские ваван там смеются над ними, они ничего не знают. И они попросили, пришли ко мне, чтобы я дал им преподавателя, чтобы уровень их поднять. В первую очередь, как поднимать уровень-то? Тут директора разные, все. Но над ними смеются, не знаю. То есть, я должен знать, что нужно им, чтобы их за человека признали-то. Я остановился выборно, мне вел занятия. Ну, а я кто? У меня никакого образования нет. Я ни одного класса не учился где-то. Но когда кончил я с ними занятия, мне написали бумагу и сказали, идите там, в другое место, там где-то, получите деньги. Я пошел, там такая цифра накручена. Я говорю, да я такие деньги не видал, даже в руках не держал. Это вам положено. Так откуда деньги? А бизнесмены. Это они оплатили. Так по какой же программе? Профессор. Да какой же я профессор? Так они там чуть ли не на лауреат Нобелевской премии мне поставили. Я с одним кандидатом поговорил, а он преподает, а теперь он главный редактор там в газете. Ну сейчас помощник он. И он называет такую мизерную, мизерную цену, кандидат наук. Я говорю, да Олег, а как это так? Да вас как провели? Я говорю, да кто меня там проверяет, дают номинации какое? О, это они сами все определили и сказали только так. Я никогда деньги не брал, преподавал, все бесплатно. И тогда спрашивают, а сколько лет вы у нас ведете занятия? Я говорю, 17 лет. Но я одновременно в пяти университетах вел занятия. 17 лет. Подсчитали? Ужас. Какая цифра. А который ректор, он сразу подписал, идите и получите. Ну я думаю, все равно я деньги, если хорошие деньги, я куплю комбайн, Игорь. У меня желание старости комбайн подарить. Ну там на веревочках все. Ну и что? Пошел ИНН. Я знаю, ИНН никакой роли не играет. Но я уперся. Если я подам в суд, я выиграю на сто процентов. Я знаю это. Потому что Бог за вас. Кто против нас, если Бог за нас? Да, но я не пошел. Я решил дать пример. Я развернулся и ушел по сегодняшний день. Все. Я не получил. Я не из-за денег работал. И поэтому вот так и получилось. Так а вы что, верите, что ИНН? Ничего я не сказал, что я верю. Я знаю только так. Если можно, то упереться. Около храма Христа Спасителя в Москве. Берсеневка. Там отец Игорь насилил сахар. Там 250 метров. И он единственный храм в Москве, который ИНН не принял. И когда на них наседают, он сразу мне звонит. Игнатий Тихонович, что делать? Я говорю, упрись до конца. Когда явно уже. Ну никак нельзя. Тогда прими. Я за грех не считаю. Но надо пример показать. И они по сегодняшний день не приняли. Мы должны показать пример. Пример. Ну, Игнатий Тихонович, вот даже в эти страны, которые вы ехали, одного раза благовестия не хватает. Одного раза. Ну да. Есть люди, я разговариваю, есть люди, которые слышали о вас, они даже не видели ни о книгах, не знают ничего. Просто слышали. Они говорят, да. Я говорю, это мой духовный отец. Они говорят, а они с такой радостью так разговаривают. Вот. И с Молдамией тоже. Они, ты поедешь туда? Я говорю, я хочу поехать туда. Говорю, а ну я не знаю как, ну как будет. Вот у меня какая-то такая ошибка произошла нелепая. Сыну моему Захарию, когда муж мой заполнял документы, он написал мое имя. Там не должно было написать. Этот, который печатал там старик на немецком языке, он записал туда мое имя. И теперь ему не дали загранпаспорт. Я его не могу вывозить. У него есть только внутренний. Теперь нужно отдать где-то 3-4-5-6 месяцев, пока ему выдадут загранпаспорт. Здесь эти же немцы, они за каждую бумажку, за каждую буковку точку запятую. Я не понял, Наталья. А как это имя могло повлиять там? Вот я не знаю. Вот у меня, понимаете, такое... Я не знаю. Я считаю, что у нас такого закона нет. А какое имя? Тут проверяют только так, платишь ты элементы или нет. Не являешься ты платежеспособным, кредит брал где-то. Тебя не выпустят, пока не рассчитаешься. И правильно это закон? Правильно. От долгов убегать не надо. Ну а у вас-то как? Написал вы, что... У нас с мужем нету ЗАГСа. Дети записаны на него. Он же просил убежище здесь, да? Я получаю от детей. Документы я получаю не от мужа, а от детей. А дети получают от отца. Поэтому отец заполняет все документы, чтобы сыну дали такие же, как у него и у детей. А то они, знаете, как делают? Они сейчас каждые 3-4 месяца они меняют... Ну здесь они заполняют документы, они меняют людей. То есть видят, что какой-то хороший, какой-то мягкий, сразу его выгоняют, ставят какого-нибудь такого жулика, наглого, хитрого, который не знает закон, а просто его не любит иностранцев. И поэтому они так и делают. Постоянно ошибки. Моему мужу мои документы, постоянно ошибки. У меня муж столько замучился здесь, а бегает, говорит, еще год остался, и он будет здесь подавать на гражданство. Каждую точку нужно проверять. Ему 2 раза сделали ошибку в паспорте. Одну букву. Ошибку. Они, я не знаю, или специально так делают, или что. И все. И у него не пришел этот загран такой голубой, чтобы он мог выезжать, допустим, или, допустим, ехать, работать за границу. Они не хотят выпускать. Они не хотят выпускать. Вот они проверяют каких-то людей. Вот, допустим, те, которые приехали из других стран, то есть умные или училицы, они таких не выпускают. То есть я понял так, что сейчас, если вы думаете выезжать, то на детей у нас никакой претензии нет, и вам детей он не отдаст. Не-не, муж у меня не против. Он разрешает мне. И с детьми он даже может приехать. По документам. Вы имеете право? И он должен писать что-то на различительную бумагу. А препятствия здесь, на таможне, они могут, даже если я с мужем пойду, или даже если я сама с детьми поеду, они могут сделать так, что они заберут у меня детей, скажут, что, допустим, я их вывожу, даже если у меня будет документ, говорит, допустим, созвоните с мужем, чтобы он приехал и засвидетельствовал. Ну, а если он с вами поедет до Молдавии, а потом вернется назад? А что будет с Тельбетишкой? Так мой муж, он сам сразу так и хотел, чтобы довезти меня с детьми, а потом уехать обратно. Да. Тогда пустят его через границу-то? Ну, мы думали не самолетом идти. Сначала автобусе, а потом уже с Москвы до Барнаула самолетом. Ну, да. Но так как паспорта нету... Еще не поздно. У нас крещение-то 9 июля будет. Дальше обстановку ждать не надо. В мире обстановка очень шаткая такая. То покушение на правителей, то войны начинаются. Вам как-то надо, я не знаю, но без помощи мужа вам еще не сделать. И он боится очень за меня. Он как будто чувствует, он говорит, у меня такое ощущение всегда, что ты постоянно как рыба. Ты такая скользкая, говорит. Ты куда-то хочешь идти, потом уедешь, а потом не сможешь вернуться. А я что буду делать? А он по-русски-то понимает что? Чуть-чуть вообще. Да как в прошлый раз? Мы первый раз разговаривали, а там кто-то ругался. Кто? Это он? Не-не, он не ругался. Он тогда проснулся и говорит, с кем ты там разговариваешь? Я говорю, это мой духовный отец. Он... Нет-нет, он ругал детей. Детей почему они кричать и не дают мне говорить? А у нас тут туркмены разные узбеки торгуют от этих тюбетей как-то. По-русски не понимают. А если ругаться, по матушке загнет, чисто и без ошибки. Так они все такие все. По-русски главное матерятся, а разговаривать не может. А у нас говорит... Вы знаете, Игнатий Тихонович, если вы его встретите, вы будете с ним говорить, он будет вас понимать по жестам. Ну да. То есть по мимике вашей он будет понимать, что вы хотите ему сказать. А интересно мне, вот глухонемые, которые здесь говорят жестами и с немецкими глухонемыми, они поймут друг друга? Ну, Бог... Я думаю, я пойму, потому что я... Если вот так покажут, понятно, что выпить хотят. Да, это все знают. Если покажут вот так вот, это овечка. А если вот так вот в туалет хочу, вот так два пальца вот так постучать, у них так же? Нет, они вот так вот... То есть где же за нижнее место в туалет надо идти? Ну, вот ожидать, допустим, вот так показывают. Ну, а буквы это другое. У нас тут глухонемая группа была, и мы тут старались узнать за сурдопереводчик. Ну, а все-таки, вот вы если поговорите с ним, именно вот так, как я говорю сейчас, если бы... Тогда ваше желание могло вполне исполниться. Он даже мог бы не доезжать до Молдавии, через границу только перевез вас и сразу вернулся. А тут... Он... У моего сына нету, у маленького сына, которому 4 года, у него нет загранпаспорта, он не может выезжать. Поэтому... Да как же, а родители выезжают с собой ребятишек, берут их грудных щеков маленьких? У него нет загранпаспорта, он не может перейти границу, то есть Германии. У него есть только внутренние, это как российский внутренний пластик, то есть только на территории России. На ребенка-то не надо паспорта, у него возраст не тот, чтобы паспорт иметь. Как ребенок маленький? Нет, нет, здесь и с рождения паспорт дают. Как? И с рождения сразу паспорт? Это свидетельство о рождении? Да, да. Это свидетельство о рождении? Да. Они каждые три месяца из-за этого притока иностранцев. Говорит, сейчас очень ловят, все говорят эти, ну, которые делают воины в Сирии, они все, эти все игиловцы, они все подделывают документы из Ливана. Ливанцы тоже подделывают документы, все приезжают и выдают себя, они же все живут рядом с сирийцами, они есть, которые знают кюрдский, если знают кюрдский, то они сразу его принимают за сирийца, потому что ливанцы не могут говорить по-кюрдски, они говорят по-арабски. И поэтому их, здесь вышла Анжела Америка, говорит, что она будет теперь все документы, которые будут еще раз. Прошло три года они будут выдавать, проверять их всех. А что за язык арабский-то? Что, это тот, на котором Коран написан или нет? Нет, нет, арабский есть, я уже его, это самое, я сразу человека по его разговору могу определить, какой он страны. Это общество, как бы сказать, русскоязычного народа у нас, которое там, и так, видимо, что-то такое есть, наречие. Вот именно сирийское наречие, именно сирийское самое понятное, именно только сирийцы, я благодаря вот моему мужу, вот ее общению, я могу распознать арабский язык, с какой страны. Говорят, они говорят, никто не может нас понять, только они могут понять. Да. Куда ты завезла, бедная душа? Куда ты, как у русских говорят, вляпалась? А что, скажи, Наталья, а в прошлый раз, когда говорили, у нас наш разговор сразу включилась, вот так, только раз и друг друга видим. Так же было? Да. А у меня некоторые заходят, первая попытка, выключи, я тут что-то делаю, перегружаю, вторая, третья, никак, а с тобой всегда раз и год она сидит передо мной. Игнатий Тихонович, а самое странное, что я всегда, когда с вами разговариваю, вы всегда один, никого у вас нету. Да? Да. Никого нету. Никого сейчас нету? Ни Володи, ни Никиты, никого? Никого нету. Здесь в 11 часов придут, но у меня распределено уже где быть, что и… Я рассказываю тут с деньгами как было, нужно было купить, видела, как мы покупаем там кухонные аппараты? Да-да-да, я видела, так случайно мне вышло видео. Теперь надо купить холодильник, и вдруг, тогда прислали из Испании, а вот два дня назад прислали из Италии, точно так же 20 тысяч. Я утром встал, тут еще один 20, я говорю, больше не надо, верни назад, возвращай, он не послал, только предложил-то. Я говорю, потребуется, я скажу, только подумаешь, что какая цифра, такую цифру, незнакомые даже, ни разу не встречались люди, сразу предъявляют, это Бог отвечает на молитву. Игнатий Тихонович, знаете, когда я смотрела это видео, у меня сразу это самое, такой слух пришел на ухо, говорит, ой, Игнатий Тихонович, ты не знаешь, сколько будешь платить за электричество. Вы же купили эти плиты, вы же купили эти плиты, а вы знаете, сколько электричества они крутят? Я здесь где-то на три тысячи с половиной евро электричество. У нас русские печи там стоят, дровами топятся, это что-то подогреть и прочее, это не все время варить будем. А почему не газовые? Газа я против категорически, против газа, потому что сколько было взрывов, никакой гарантии нет, это пороховая бочка. И когда приходили, вот у нас здесь проводили по улице, я сразу написал протест, и все, рядом есть, если рванет, то и нам достанется. Смотришь, там взорвало подъезд целый, там погибло, сколько людей открывают. Вот эти, это небезопасно, вот эти вот плиты электрические, у меня даже дома они шарахают током, даже если где-то есть вода, но они настолько шарахают током, если будут дети, может сразу их шарахнуть током и может сразу там и упасть возле этой плиты. Вот если неосторожно женщины моют посуду там или что-то, где-то есть мокрое внизу, вот типа заземление, везде электрический ток проводит. Ну против, Наталья, против, я увольт завожу, я против, потому что если взорвали, у нас написали, 4 квартиры уже взорвались, и в городе, в таком, в таком, и все люди погибают, то где гарантия, что это не я буду, прохудилась, искра одна и полетела все. Вот у нас здесь есть председатель ревизионной комиссии, сыт их фамилия, а он был как глава района целого, и на него кто-то что-то имел, что вроде подделали документы-то, и выхлопной-то где гарит-то есть, и кто-то ночью пришел и закрыл, а у него гости были, все до одного вымерли. И знаете, Тихонович, а вы знаете, как переводится дыбунов с арабского языка фамилия? Как? Дыб – это медведь, а онов – это тот самый медведь. Так и переводится. Похоже. Тот самый медведь. А я интересно, когда были на Востоке, мы в городе Абакан, я говорю, как переводится Абакан, город-то, никто не знает. А одна стала говорит, это медвежья кровь. Медвежья кровь. Абакан. Абакан, это по-хакасски, хакасски. Вот у нас как, барнаул, это алтайцы же, барна – это хорошее, аул – это селение. Барна – это аул. Так что, вот говорят по фамилии, вот у тебя усатая, усатая, какая-то усатая женщина. Давали-то фамилию, когда давали-то, был мужчина, и длинные усы, как у буденного. Ну и как давать-то, сказали, я так представляю, сказали, ну, чтобы разнообразие было. А как, по специальности. А чаще всего специальность была кузнец. И кузнецов самое распространенное у нас и у немцев, там Шмидт, Смидт по-английски. Везде. А вот у меня лапка. Ну, это лапка, дескать, у птички. Нет. Моя тетка рассказывала. У меня этот дед-прадед, который был, он был, где-то там служил, каликаропист. И когда человек хорошо пишет, ему говорили, ему только на деньгах расписывать. А раньше на деньгах, главного казначея, подпись стояла. Сейчас этого нету где-то. Ну и люди с чем-то приходили с жалобами, а он знал закон. И он им писал. И его высчитывали эти, его гнобили где-то-то. И он тогда приспособился писать ногой. Ногой ручку держит, и ногой писал эти заявления. Неправильно там помещик его обидел или что-то где-то. Но его прозвали Лапка. А дальше фамилия пошла Лапкин. Он ходатайствовал за обижаемых. Никакого отношения к лапке птичьи не имеет. А именно вот такой интересный путь. Игнатий Тихонович, я когда читала Священное Писание, у меня очень много приходило на слух. Вот Игнатий Огонь и Лапкин. То есть это Божья рука над народом. Ну так и есть. Да. Они все говорят забируют, забируют. Какое забирают? Это Божья рука это. Они этого не знают даже слова. Ну хорошо. Допустим, Игнатий Ост по-гречески написано. Греческое имя означает неизвестный, неведомый. По-латински, Огненный. По-латински. У меня с двух языков переводится. Неизвестный. Это соответствует моей жизни. Я живу с ними, я тебя никак не пойму. Вот вы говорил так, иконы такие, и такие принимаете. Там Игумен кто-то приезжает. Неизвестный. Вас всегда говорят. И они вас узнать не могут. Что вы же, как наш архиерей говорит, супер православный. Его никто не обвинит, что он не православный. Это какие-то там шавки где-то, ну даже не люди. Их трудно людьми назвать. Пакости всякие. Они ничего не имеют и говорят. Говорят о каком-то другом. Меня там нет. Игнатий Тихонович, вы знаете, со всеми лета я даже не могу поговорить. Вот если я приеду вот так вот духовно рассказать всю жизнь мою. А мне не с кем поговорить. У меня только вот. Вот с кем я могу поговорить. Это для меня. Это лучший подарок в моей жизни. Это для меня дороже, чем мама, папа, дети, муж, все. Да главное, с ней анонимические. То есть, деяние апостолов, это не деяние апостолов, это трубы Духа Святого. Это трубит, трубит. Вот это вот, вот читаешь и слышишь, что ангел трубит. Это так, Иоанн Затаус так и говорит. Поэтому, якобы, миссионерские отделы создать никогда нельзя. Это выдумка сатаны. Миссия это внутри, когда тебе Бог открывает душу человека. И ты знаешь, что ты или не знаешь. Я с вами очень соглашусь. Вот это нельзя. Да, это нельзя. Это должен Бог положить на сердце, вот чтобы ты кому-то донес. Вот допустим, я не знаю Библию, настолько священное писание. Но мне Бог положит на сердце слова. Вот каждому человеку я могу до него донести. И он услышит это. Я даже уверена на сто процентов. Ну, говорят, а проповедовать. Я говорю, проповедник, а лучший, которого я знал, это Гитлер, Шикель Грубер. Он проповедовал нацизм, превосходство нации. Он очень любил свой народ. Сильный проповедник Керенский считался, Фидель Кастро. Но это не имеет отношения к тому, чтобы спасти душу. А кто спасать душу думает, знает благовестие, благая весть. Можно научиться этому семинарию окончить. А на миссии... Этому не можете научиться, этому нельзя научиться. А на миссии не научишься. Это на молитве, только на молитве. Вот мне бывает, человека на дом прямо приводят. Ну, прямо он говорит, уже почти верующий. А я вообще ни одного слова не могу сказать. Потом спрашивают, ну, почему вы с ним не побеседовали? Не могу ответить. Я не могу ответить. Уста мои были закрыты. Дальше человек, который там такой грубиян где-то. Я свободно подхожу к нему. Вот один недавно отступил, отступник он. Ну, отступник. Сам такой добрый человек. Я говорю, я даже не верю в твое отступничество. Он все потерял. Все. Я молюсь каждый день. И тревоги о тебе почему нету? Я не могу объяснить. Как будто ты играешь с чем-то. Вздрогнешь и вернешься. А он думал, я один теперь. В описание не пойду никуда. Я просто один со своей женой буду. Один не будешь. Ты будешь с Богом или с дьяволом. А вне церкви нет спасения. Секты это не церковь. Ни харизматы, никто это не церковь. Это выдумка врага душ человеческих. Это масоны задумали все это сделать. Церковь там, где есть рукоположение и таинство. Есть причастие и литургия. Доказывать еще не надо. Согласно Слову Божию. Считайте ту, один, пять. Показываю. Почему люди-то приходят. Как вы могли ему доказать? Никак. Я доказал, что Библия Слово Божие. И оно неизменно. И церковь Бог создал в Сионской горнице. Вот вчера отмечали мы это. А не 1517 лет Мартин Люкер там создал. Что он создал-то? Он был монах. Нарушил обет. Женился на монашке. То есть два беззаконника, шесть детей прижил. Ну какой он верующий-то? Да, он монах, ученый. Знал еврейский язык, перевел. У него нету страха Божия. Нету страха. Какой страх Божий-то? Ты не мне давал обет. Вот ко мне приходит один. Молодой парень при церкви прислуживал. А теперь его надо рукополагать, дьякона. Не рукополагают, пока не женятся. И он, девчонка-то, меньше его, говорит, а на голову. Там я ни на нее внимания не обращал. А он у нее обратил. А он такой важный из себя голос. Там дрожит все. Это будет известный потом артист. И она отказала ему. То есть она знала или характер. Не знаю. К такому отказать невозможно. Он такой видный, импозантный. Ну просто он у меня в лагере был. Я его выгнал даже. Он непокоривый такой. А теперь он внезапно принимает монашество. Какое монашество? Какое? Когда он непреклонный, там буйный бывает. И может драку в храме устроить. Архиерей мне и говорит. Тогда был Масенич Антоний. Ну вы же знали его, что он такой. Ничего не может с ним делать. Я говорю, а вы знали, что он меня знает? Почему ко мне не пришли? Вы со мной не советовались. А он теперь жениться ко мне приехал. Но вы же против монашества. Ни одного дня не был. Я за то, чтобы обеты не давали. И шли в народ проповедовали. А я за то, чтобы человек замуж не выходил и не женились. Павел говорит, а то лучше. И вы знаете, я тоже за это. Я даже мужу говорю, я говорю, какой замуж твоим детям? Я говорю, ты посмотри, что один Содом и Гамора. Вы знаете, как я поняла из одних ваше видео, когда вы говорили там о Содомитах, Малаке, Хавсисе с Игорем Добудовым. Вы читали там. И я сразу, у меня это прям пронзило, эта фраза, что от ранней в день сюда будет даже в Содому и Гаморы, чем нам. То есть мы хуже, хуже сто раз, чем в Содом и Гаморах. Они, говорят, покаялись от проповеди Иониной. Покаялись уже. А вы, говорит, к вам кто пришел? У нас нету покаяния. Нету? Нету. Люди, нету покаяния. Я понимаю так, что это передина где-то грань, за которой Дух Святой уже не касается человека, и он обречен. Все. Ему говоришь, он у отговоров тысячи будет. Он что угодно будет говорить, потом, да что я говорю, у меня такой знакомый один есть. Он много знал. Пошел к баптистам. Пошел к бормонам. Стал у них старейшим. Я говорю, ты-то зачем к ним пошел? А деньги хорошие платили они. Деньги хорошие платили. Ну разве в деньгах дело-то? Теперь православным пришел, и все время к Осипову. А сейчас и Осипова, гляжу, нету. Что ему дать? Я ему ничего не могу дать, он все знает. Человек-то хороший. Мы всегда к нему заезжали. Он приветит. А теперь вдруг ополчился на меня и начал, ну просто безобразно так ведет. А потом, да что я делаю с Боней? Да мне ли говорить-то? Я-то такой грешник. Да мне думать о себе надо. Уже 80 лет с лишним и я, то другое. Он как будто кается, а назад как пес на Блевотина возвращается. Он ничего не может сделать с собою. Я не могу, вот что только одни, вы спасетесь, а вот бороды отпустили. Он бороды даже нет. То есть он все, что видит, бунтует против этого, а хотел потеряйки поселиться. Я говорю, ты же не покоривый. И выпиваешь, и материшься. А идешь, посещаешься. Тебе в храм заходить нельзя? Вот и все. Игнатий Тихонович, я заметила очень, вот эти люди, которые они говорят, что они как бы каются, и они говорят, что я самый первый грешник. На самом деле они не каются, и они не считают себя грешниками. Они только это перед людьми. Да. Это ложь. Это самая настоящая ложь перед людьми. То есть они думают, что этим, типа своим покаянием они могут приобрести, допустим, вас или другого человека. Таких видно насквез. Только то положительно, что после этого лживого покаяния они перестают злословить и не вылазят. Бывает такое. Такие есть. У меня недавно один был. Какими словами поносил. Ужас один. И вдруг выходит на меня и просит прощения. Если я согрешил. Ну, ролик стоит даже. В ролик поставили мы. Я видела, видела. Это, который больной за это. Такие слова, если показать. Он у меня и сатаной еще только не говорил. Это совсем-то лапковщина, это опасно, это то другое. И вдруг он скрылся, его нигде нет. А я молюсь о нем и все. А приняли ли бы меня? Приняли. Но вы верите, что я покаялся? А в это не верю. Не-не. Это сразу видно в видео. Даже при первых его словах. Я сразу... Какое у него покаяние? Видишь, я не лукавлю за глаза никогда. Но я молюсь и все. Я знаю, Бог силен сделать. Да, вы верите, что может покаяться? Не верится, но Бог силен может. Может быть, он и не перешел грани. Но очень похоже, что перешел. А если перешел... Не, не он перешел. Имя его вычеркнуто. Это 32 глава, 32 стих исхода говорит об этом. Поэтому надо быть очень осторожным в словах. Особенно, где касается Духа Святого. Надо быть очень осторожным. Я сказала, вы когда говорили с ним по видео, вы говорили с ним, но вы не говорили с ним. Вы говорили вот с этим Мушатым и Рогатым у него, который за спиной. А он так и не понял. Он не понял. Это говорил-то митрополит приехал к нам. Я говорю, чтобы нас заочно не рассудили. Не рассорили. А он говорит, уже стучит, говорит, рогами. Чтобы Игнатия предал анафеме. Анафеме. За деньги притом приходят. За деньги. Просят, чтобы уничтожили наши ресурсы. Модераторов находят. Большие деньги платить. Вот как. Игнатий Тихонович, а вот Игорь Дыпунов и Сергей Пупков, когда они пошли в это видео, это до того, когда я вам писала, они как пошли и камеру сломали? Я так и знала. Они как два петуха. Я заметила. И не нужно ходить на благовесие вместе. Это когда дома мы разбирали, что там поломали аппарат. Да, да, да. А самое срадое, вот это вот видео, когда вы смотрели там отдельно, вот голуби, я смотрю на них. Вот у меня дедушка такой же был, вот как Игорь Дыпунов. А знаете, как он умер? Он собрал себе угли, угли. Он дошел до того, он причащался, не подходил к священнику. Говорит, а кто он такой, он будет меня причащать? И вот так он собрал себе угли. Последний день он пошел на литургию, причастился, не пошел к священнику. И грехи не исповедовал. И попрощался со всеми, и так с помидором, и стаканом вида, так вина, так он и умер. Вот так. Кто он такой, кто он такой. Вот у Игоря, у него уже это идет, я чувствую это по видео, он точно так по такой лесенке идет. То есть он постоянно, он не может молчать, у него не закрывается. Это плохо. Он постоянно, как петух, вот кудакает. Наталья, но все-таки видно здесь, слова, которые я им обоим говорил, подействовала, они уже примирились здесь. Да, 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 это очень хорошо. Кстати, я это сразу заметила, очень давно. Я думала сказать, вам написать не знаю, но... Я его, когда увидела физиономию, я сразу поняла, по его фамилии. Вот я ему перевела фамилию, я сразу поняла, что это я. Он у меня жил на квартире, это Дебунов, вот через стенку, 14 лет, бесплатно, конечно. Я за всю жизнь рубля не взял ни с кого. Он хозяин был здесь, но он, став, который я дал ему, никого без приглашения, без разрешения приглашать, даже родители приезжали, он просил разрешения. И за 14 лет мы не разошлись с ним, а еще ближе стали. У него много хорошего, он много знает где, он ревностный, но собой не владеет, а не владеющий собой он... Вот это я плохой, это 14 лет, и он все на смарку пойдет. Если вот это вот не закрывается, вот это вот я, самоумнение, я, 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 или кто нас возьмет, мы, мы. Это ты там, вот ты если поедешь в Сирию, будешь там вот куда-то так благовестны, то тебя там сразу срежут, там таких не любят. Там люди такие, когда-то тихо, смиренных, таких вот, таких хилых, вялых, доклых, таких больше любят. Ну вот смотри, Наталья, когда мы были в Азербайджане, и там Самира Тагеева, и как... Я видела, три раза смотрела видео. И как мы беседуем, никто не огорченный, и все истина, все сказано, так они сами смотрят. И она после этого так же, отец Игнатий, учитель мой, как по городу ей шли, она везде, это может муж на меня, нет, это учитель, и отец ко мне приехал, кто ко мне приехал, она чем-то на тебя напоминает, такая восхищенная все время. Понимаете, когда вот, ну, когда ты любишь, веруешь, твой разум постоянно в Боге, и тебе уже ничего не интересует, даже не деть, вокруг тебя обстановка, обстановка совсем другая, ты как будто летаешь везде, я даже не могу передать это состояние, вот как... Ну вот в этом состоянии, у меня здесь три недели такое было. В этом состоянии, вот пограничном состоянии, когда обмирает видение, двери открыты, двери открыты, и сатана легко входит, и запомни это, дверь открыта. Да, я читала это у Исаака Сили. Это все святые говорят об этом, быть очень осторожным, я не знаю от кого это, и поэтому я наклоняю голову, и скорее за листовку и в угол, в уголок тут, помолился, все, у меня нет никаких восхищений, у меня ни откровений никогда не было, вообще не было, я просто работаю и живу, и радуюсь. У меня не было ничего такого, никогда, ни разу, ни одной минуты. Я просто радуюсь, внутреннее торжество, стараюсь не показать, чтобы не показать, а он обольстился, то другое, я благодарю Бога за все, что со мной было. Игнатий Тиханович, а что-то у вас женщины в общине, вы с Сергеем Дубуновым разобрались, что-то у вас женщины начали уже, теперь женщины восстали, то одно, то другое ей не нравится. Но понятно, что здесь каждый раскрывается, как он есть, а то вот он, гуру там взял, гуру, гуру там взял, у нас свобода полная, решили вместе пойти сегодня к баптистам, или к пиесятникам, харизматам, пожалуйста, но только, чтобы старшие с вами были, у нас такая свобода, которая ни в одной общине, ни у сектантов, ни у кого нет, у нас запрещено звать себе, так как тогда, никак запрещено, он должен попроситься, понимаете, какие правила мы включили, а почему, такое правило, но все-таки почему, я скажу тебе на ухо, другие мне рассказывают, потому что они придут к нам, и увидят карикатуру на христианта, чтобы их не разочаровать. Вот именно, вот Игнатий Тихонович, если мы поедем, можно сделать такое вот, благовестие, вот выбрать 5-6 человек, чтобы там обязательно была женщина, потому что, женщина может работать с женщинами, она может, то есть, женщина совсем, у нее совсем другой взгляд, а тем более у верующих, вот вы увидите, что люди Востока, сирийцы, египтяне, даже те самые арабы, которые это, эфиопские церкви, они все ждут, они ждут, только не знают откуда, они очень добрые, они принимают нас, крестьян, вот такие вот, такие как вы, то есть, они сразу видят, что это действительно крестьяне, такие раньше, вот как у меня, у меня даже муж знает, даже апостола Павла знает, говорит, я даже был там, вот я слышал, он все знает, но он боится открывать, или его шлепнуть, или что, вот у него есть такой страх, как страх пред людьми, а не страх пред Богом. Первый раз мы столкнулись с этим, когда проезжали через Баку, еще в годы советской власти, там 70-е годы, помолиться негде, и вдруг смотрим, мусульманки, а раскинули свой застархан, и они на колени, мы сразу, большое байковое одеяло, а нас 8 человек, раскинули, прямо вот касса продают, и тут закуток, и мы сразу стали молиться, кланяться, простираем руки, милиция ходит, у нас в России тогда этого не было, а тут бы тут подняли шум, тут тебя бы стали толкать, а тут никого нет, они молятся, и мы молимся, причем мы граждане одной страны, и к нам мусульмане везде относились с дороги, когда мы молились с благоговением, ни один не сказал, а вы какие там есть, одна встретилась, у меня тут муж сидит, он мусульманин, а я христианка, надо же так, и он говорит, видел, что вы молились, и говорит, ой, как это редко у русских, а у нас все время молятся, и на одном перевале мы были, вышел юноша, такая же машина, как наша, а ему видно, что ну не больше лет 16, молоденький совсем, вытащил, расстелил свое, тут клеенка какая, встал на колени, и стал молиться, мы сразу в свою палатку, два на два метра, и тоже молимся, и когда мы где молимся, рядом мусульмане, мы знаем в обиду, они нас не дадут, не только не сделают, а даже не дадут, да, они никто, это Бог так делает, да, Бог так делает, в Священной Библии так и написано, в Священном Писании, даже и на верте, кто бы они ни были, они молящихся на коленях, никого никогда не будут трогать, и подняты другими руками, никогда, это Бог так делает, Он не позволяет, чтобы кто-то прикоснулся, прислалом, даже слова, когда человек молится, он уже не принадлежит земле, он в другом месте находится, вот так и я, вот я когда молюсь, вот у меня муж даже не подходит, я говорю, не подходи, иначе я не знаю, я, словом, ты сейчас будешь у меня пластом лежать, он не подходит ко мне, я ему что-то скажу, он болеет, здесь 3-4-5 дней не стоит, он говорит, ты меня заколдовала, я говорю, я тебя заколдовала, смотри, это шайта свой, который у тебя заколдовала, прям уже лишняя, лишняя не тараторща, щетка, прям уже, даже быть неизмолвною, не, я с ним так это, он не любит вот это вот бла-бла, вот они, мусульмане, они не любят, когда женщина много говорит, они любят 5 слов, но хорош, такие, чтобы треснуть им, ну так что, ожидать или не ожидать вас? в этом году нет, нет, потому что, ну вы знаете, Захария, паспорт загранный, 4-5 месяцев нужно ждать, уже начинается холод, я вам отдельный домик приготовил, отдельный домик с ребятишками, вот все еще было, да, мне это не страшно, у меня дети даже, я бы с мужем спала бы в шалаше, у меня муж вообще любит такой образ жизни, в шалаше нету стресса, пускай бы он приехал, вместо с вами, не пыли, невозможно, я не могу ребенка вывезти, ни с ним, ни без него, слушай, обратился бы к своим братьям-сирийцам, они помогли бы, построили здесь домик, развели скотину, овечек, пчел, ну и планировали. Игнатий Тихонович, если бы у нас было благовестие, если было бы, вы бы увидели, как бы весь Восток приехал бы в квартире, и все бы вам там делал, все, 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 женщины, это не русские женщины, они все будут дети делать, они нам мешались бы только женщины, но если бы мы шли, вот куда говорите там, то можно взять даже женщину с ребенком, вот когда шли благовестики, среди индейцев, да, я бы взяла с собой ребенка, Захария, я бы взяла. То они понимали, что женщина уязвимая, а если она была с ребенком, они не трогали никогда, потому что там мирный человек идет, мирный, что он будет жертвовать ребенком женой? Но когда мы ехали, нам мешала бы женщина на каждом шагу, нам нельзя было никак, ни в остановках, нигде, никак, поэтому у нас все было обдумано. Они бы, Игнатий Тихонович, приехали бы в Пятеряевку, даже пешком, как они все едут сюда в Германию, переходят границу, умирают, они все, я же слышала по-арабски вот эти вот видео, как они говорят, они все в Греции, там умирают, беременность с ребенком, то есть они идут за мужем, то есть муж пришел сюда и давай зовет их, ну они как послушные овцы, они идут за мужем, да, а вот русская не пойдет там. Но вот рядом, когда благовествовали, у нас женщины всегда с нами были, всегда. Всегда должна быть женщина, всегда. И ребятишки были, ребятишки пели здесь, но в поездку далекую никак нельзя, во-первых, трудно, опасно, и она ничего не даст. У нас главная цель была библиотеки, главная цель. У нас было очень тяжело дорогой. В какие обстановки мы попадали. И машина застревала, и ломалась, и еще бы тут женщина была, даже, ну каждую минуту ей свои дела надо женские, и никак нельзя, никак. Но если она не пьет, не кушает, некуда ей справлять дела женские, нету, что справлять. Вы понимаете, мы конкретно говорим, это для пользы всем было бы, никак. Игнатий Тихонович, вы бы увидели эти женщины, они бы пришли вам, они бы всех русских детей бы вымолили, посирали, выглажили, накормлены, намолены, и все. Мы в пути, ни разу не ночевали нигде, только в лесополосах. Ну все, Наталья, давай, наверное, сейчас у тебя уже там крутится все. Нет, 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 это я, я хочу поставить зарядку. Ну ладно, еще больше нет вопросов-то? Игнатий Тихонович, вот у меня еще есть такой вопрос. Вы знаете, я когда-то в жизни я встречала ее зовут схемонахиня Херувима. Во сне три раза приходила ко мне она. Такой сон, знаете, как бы по 10-15 минут. Вот я дремлю, вот и потом стою, опять, я говорю, с Богом. Ну, ставлю ее на молитвы, читаю там что-то. И она мне три раза приходит, как будто она в темном месте, ну в скалах, держит четко считает, а я ее сужу. Почему она мне не сказала ничего о Христе? У меня только есть, она когда приехала из Иерусалима, дала мне грузинскую икону на грузинском языке, вот эта вот икона Мерликийских чудотворцев, Никола. И все, и больше ничего не сказала. Я даже как-то к ней подошла, я говорю, а можно мне стать вашей ученицей? Ну, чтобы она мне учила. Ничего не сказала. Не то, что у меня, вот этот дух блуда, ничего не подошла мне. Я ее так судила и ругала, а она опущенные глаза, вот стоит в темноте, как будто она мучается, что ли, и это самое. И когда я позвонила этой женщине и спросила, которая в мадаме у нее жила, она говорит, она уже давно умерла, она не живая, не в живых. Ну, я бы хотел попросить тебя, ты сейчас, ты говоришь, сны, сновидения, не доверяйся этому, Наталья. Это не надо. Тебе трудно из этого будет выйти. Где-то ты подхватила эту харизматов, эту, эту прививку. Попробуй от этого отойти, иначе уйдешь далеко-далеко, мы потеряем друг друга. Тебе будет наворачивать он сатана, что я должен быть мэром где-то в городе, и все такое проще. Нет-нет, Игнатий Тихонович, у меня вообще снов нету, я сплю как мертвец, у меня нету снов, но это бывает, вот, бывает, когда я взрывлю, вот три раза это было, это самое. Я вот хотела спросить, вот люди, которые избраны, вот вы сейчас здесь на земле, будущие, то есть, мы их еще не судим, или мы их будем судить после нашей смерти? После смерти, когда наступит суд Божий, а что означает? Царь Сосавская придет на суд, а она, говорит, от пределов земли пришла, а вы рядом были и не приняли. Вот говорят, я жил в советское время, храмы были закрыты, ну хорошо, а где ты жил? На село, а сколько тысяч было? 20 тысяч. Ну а были там верующие? Ну две бабушки, вот все эти две бабушки, они на суде Божьем будут судить, если она в этой обстановке, и у ней, зитья там, коммунисты были, они ей притесняли, несмотря на это, она верила, молилась, она причащалась, находила тайного священника, то это говорит, что и вы могли, вы могли, поэтому, когда я что-то рассказываю о себе, у меня мысль похвалиться только Богом, что Бог это сделал, а не то, что мне какая-то слава или чего-то, я к чему это говорю? К тому, что вы это тоже можете сделать. Вчера с одним беседом, я говорю, у меня нет ни образования, ничего, и это Бог сделал через меня, почему через себя ничего не делает? Доверься Богу. Вот говорят, вот, ну я к примеру говорю, детей 3,5 миллиона, беспризорных, дальше, дальше-то чего? Ну ты сказал правду, статистика верная, что дальше-то? А дальше не знаешь? Я тоже не знаю, но я образовал лагерь, занимаюсь с детьми 45 лет, ты 4 года, 4 дня еще не занимался, и кого ты судишь-то? Так это я должен кормить, поить, заботиться, и каждый день давать ему божественно, некоторые священниками стали. Теперь, народ вообще ничего не понимает, еще ты сделал, ничего нету, а я веду десятки школ, занятий, университеты, технику, милиция, то есть, это явление такое, где бы я ни пошел в городе, меня везде знают, подходят, так это вы по радио говорите, по голосу узнают, это раньше было, по голосу, и один подошел, это вы Лапкин, а почему у вас сейчас в печати нету? Я говорю, я в печати выступал, а сейчас у меня издание книг идет, книга это не газетка, газета ушла, ее нету, а книги в разных библиотеках, и за 9 лет написано 40 томов, 41, на 4 тома, еще только стихов по 800 страниц, это невероятно и невозможно, Бог сделал, я так говорю, к тому, чтобы ты начинал ревновать, а вот земля, 21 тысяча селения разрушены, мы взяли, православный устав написали, получили статус, школа, электричество, интернет, на маленьком клочке земли, а там и зерно есть, и все есть, и 200 гектар обрабатывается, почему вы ничего не делаете? И однажды пришел проректор учебной части к нам на занятия, и говорит, вот ваша книга, 13 том вышел, я читаю, тут все, почему они ничем не занимаются, они за вами так и гоняются, ну так вот есть, они ничем не занимаются, я по любой отрасли посмотрю, вот говорят, евреи все захватили, евреи революцию сделали, 100 миллионов погибло, евреи царя расстреляли, я не отрицаю, у них цели есть, у тебя нету, а что делать? Бороться надо с ними все время, согласен, мусульмане, все, тут заехали, в Москве половина мусульман, бороться надо, я согласен, но какое оружие? Какое? Любовь. место мы привезли, любовь, в одной из них приехали, вообще привезли, я говорю, библии там, вы нам, мужики, автоматы привезите, муж, библиотекарши, я говорю, автоматы духовные, я знаю, вот он обратился, обратилась мусульманка, вот сейчас мусульманин, один едет крещение принимать у нас, крещение будет принимать, вы его увидите потом, они из какой страны? Из нашей страны, из Татарстана. А, это Татарстан, если бы обращался кто-то из Ирана, из Египта, сирийцев, то это да, а эти русскоязычные, Ну, у меня связи с ними никакой нету, нету, еще думайте обратились бы, откуда я знаю, я не знаю, но факт тот, что если ты сеешь, что надо будет, взойдет или не взойдет, а если не сеял, не говорил, ничего не взойдет, ничего, в любом деле, ты заметил что-то, начинай работать, это преступность все захватила, я иду в тюрьме, 18 лет работаю, как рабочий, иду по камерам, даже на Пасху яйца накрасили, ведрами несу туда, а они потом выходят, и меня находят здесь, это не враги, почему еще не делать это, вот, какую область не назови, я сразу понимаю, это мое, это мое, я, я тоже так, Игнатий Тихлик, ко мне сюда приходят домой, вот, сирьяни, арамея, вот эти вот, хананьяни, вот, я их терпеть не могу, не знаю почему, вот, они, 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 такие поступки делают, я их не, они теперь, я к ним домой не хожу, они постоянно зовут, меня уже не в гости, домой, говорит, у тебя такая жена, постоянно говорит, ну, что она не приходит нам в гости, говорит, мы тогда придем, ну, хочешь, не хочешь, я когда родила, у меня нету покоя, все приходят, приходят ко мне домой, они верят, что я одела платок, ношу платок, а почему ты носишь платок, говорю, потому что Бог повелевает, а для чего ты носишь платок, как бы знамение для ангелов, да, я уже не говорю про Ребекку, в Эдхом Завете, я им говорю все, что в Новом Завете, а вы знаете, когда они что-то спрашивают, я их, ну, по-арабски мы говорим, я их так шарахну, двумя словами, так, я только говорю, как, по свете Библии, только с Вященописанием, именно такими словами, и как шарахнет, они сидят, они даже не кушают, не пьют ничего, все задумываются, говорят, они все говорят, уже по-арабски, я делаю вешу, не слышу, там пойду на кухню, они говорят, у тебя такая жена, слушай, так она как что-то скажет, как ясновидящая какая-то, я говорю, я тебе что, колдунья варахи, как, говорит, слушай, мне муж говорит, ты мальчик, сейчас они умеют, упадут здесь от дома, мне потом скорую вызывают, у меня свекровь, знаете, когда она ко мне приезжает, она не может, а она 5-10 минут, час-два, вот она даже хочет со мной разговаривать, ну как бы приблизиться ко мне, а вот этот дух у нее, с ушами, руками взяли, он не подпускает, она может сразу у меня упасть в обморок, быстро, на пятый день, все, ее, ее человек обрезает, я говорю, господи, как мне этот пятый день, как я не могу, я хочу ее полюбить, я как бы с ней в соседе любовь, но она такие пакосты делает вообще, она думает, что ее сынок, еще маленький сынок, которому нужно грудное молоко, постоянно, вот, как, как это самое, как это сказать, с ложкой постоянно бегает за ним, он уже большой мужик, он говорит, достань ты меня в покое, все равно, вот, приходит и не может, у меня уже муж, уже к ней не ездит, с родственниками, с братьями и сестрами, я уже настолько ему, вот, я ему говорю, только в свете Библии, знаете, все как есть, все, мы даже разбирали фильмы, смотрели. спрошу, у тебя есть такое предчувствие, или что-то, что мы потеряем друг друга скоро? Нет. Нет. Ну, а если бы ты узнала, мне кажется, же вы будете долго лет жить. А если бы узнала точно, что, и, причиной будешь ты? Нет. Даже если буду я причиной, то есть, это на какое-то время, допустим, куда-то может нас расстроить, там что-то сказать, это для меня не препятствие. У меня не было в жизни ни одного друга, которого я потерял бы по моей причине. Я всегда, какой есть, тем более за глаза, да, вообще даже не понимаю, не понимаю, не знаю этого никак. Вот как с революцией. Если ты к человеку с чистым сердцем, у тебя с чистым сердцем нет такого чего-то. Я теперь открою тебе, скажу немножко. Вот где ты была раньше, все, путь свой проверь, там с харизматом не встречалась, где-то что-то. У тебя что-то есть, какие-то заскоки такие. Вот это ты видела, там начала мне что-то писать, такое испугала меня, я сразу стал молиться. Нет, нет, нет у меня, у меня не с чатом с какими. Я вот как православный, Я дорожу с тобой этим, чтобы мы не потеряли друг друга. Если ты начнешь, как говорится, колбасить, куда попало, тянуть, вот я видела, во сне было, ты восхищаешься, то другое. Но если это начнется харизматический заскок, этот дед, ты возненавидишь все, что мы с тобой разговаривали, тебе это не надо будет. Поэтому береги, чтобы ты не будешь. Я читала это, Игнатий Тихонович, вот у меня есть, у меня есть даже, я нашла у Исаака Сирина, у него такое там очень написано, у меня же я его прослушиваю, он настолько мне близко, настолько этот дух, он как будто всегда присутствует. Ничего не предсказывай, никаких выражений пророческих не надо это делать, никак, никто не просит. Я нигде ничего не пророчествую, мне не дано это, я не пророк, а порок. И поэтому я заботюсь об этом, и конкретно говорю, вот это делать нельзя, как мне кажется. А почему? Да вот поэтому, то есть доводы должны, а не то, что никаких доводов нет, а я думаю, вот то-то другое, кому-то сказать обольщение, и чтобы не было этого, я забеспокоился о тебе очень сильно, и стал молиться, как бы мы не потеряли друг друга. И подумал я, что ты где-то была там, среди харизматов, подцепила эту заразу, а то видение где-то что-то было, теперь тебя остановить нельзя. любое безумие ты будешь выдавать за откровения свыше, от Духа Святого. Их нельзя справить, людей. Да явно видно, что они сходятся нигде. Дух скажет тебе, а ты сделай не так, под колючую проволоку на границе проползи, ребенка перетащи с собой, не от Бога это. Нет, я читала, я знаю, Игнатий Тихонович, я же читала, у себя Кассирина там очень об этом хорошо. Ты поняла, что я хочу? Да, 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 я поняла, я услышала. Я тебе говорю, открываю, как все есть, я, зачем мне другое говорить-то? Ну все, давай прощаться тогда. Подождите, Игнатий Тихонович, у меня еще был такой, это самый вопрос. Скажите, а вот если вы, допустим, все равно у меня венчание с мужем никак не может быть, да? Даже если он верит, что есть Бог, что есть отец, Аллах, он не верит, что мы помадали это самое. Он должен, он должен дать обещание, что никогда не прикоснется к вашим детям, учите их тому, чему ты не учишь. Правило такое и есть, что никогда не будет детей учить принимать иное вместо учения Христова. Называть священной книгу другую, кроме Святой Библии, это намертво должен, он они не подпишет никогда. Он надеется так, баба мучается, дурью помается, а ребятишек я увезу в Сирию. Он-то на тебя смотрит, как на... Нет, 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 Игнатий Тихонович, он не такой человек, который вы знаете. Я тебе высказал, ты сейчас слушай, я сказал-то, я не оспариваю, но у меня такие мысли, я их знаю, этих мусульман. Вот она познакомилась с Арбакайте, дочь Пугачевой. Пугачевой. Ну вот она хорошо, все нормально, он живет. Бац, развод. Она ребенка? Руслан. Никак. Ну а Алла Борисовна думает, она знакома с президентом, она к нему. Он говорит, я что могу сделать? А там Рамзам Кадыров, но ты выходила замуж за чеченца, ты знала, что он мусульман? Знал. У нас такое обычае, ребенка не отдают. Она побегала, попрыгала, все, ребенка увезли туда, но ей разрешили приходить. Она приезжает, он уже по-русски не разговаривает. Там теща и все остальные. У них попался человек, который убил, убил другого ударом. Там он чемпион, Агапонова. За него президент вступился, чтобы раньше освободили. Убийцу там год просидел или нет, и опять пойдет на ринге воевать. А у нас президент или кто-то, да и ни один сосед за него не заступится. Это другая нация, другой обычай. У них все построено на земле, по-земному. По-земному построено, да, обеспечено. Четыре жены, но каждая жена знает, на четвертую ночь он придет к ней ночевать. Любимая, нелюбимая, старший сын от нелюбимой, ему предпочтение отдается. Это у него подписано все. Вот она разошлась, ну, балтис, посчитайте про нее. Я осмелилась назвать его богом. Зарядите и найдите. Это книга. Это жена бывшая президента Пакистана или министра Пакистана. И она обратилась к христианству. И какое было с ней гонение? Кого только она не узнает, маленько погодя, его убитым уже нашли. Я осмелилась назвать его богом. Это отцом. Отцом. Осмелилась. Осмелилась или как-то? Я могу даже найти сейчас скинуть. Я найду, я найду. У меня сразу входит там многое. Это жена, оставленная им, жена министра. И как она тайно бежала. Тебе это очень полезно будет книга. Это документальная полис. Я посмотрю. Обязательно. Вы знаете, Игнатий Тихонович, его наоборот, его семья, она немножко как бы недолюбливает. Потому что он, когда живет со мной, он очень изменился в лучшую сторону. И, как говорится, у нас в русских семьях без родов. Ты ему так еще не пророчествуй. У тебя это есть уже, это определенное. Не надо это делать. Ничего ему не предсказывай. Просто будь кроткой, молчаливой и молись, Господи, как тебе угодно. Если он будет христианином, он может быть еще хуже мусульманина будет. И поэтому я прошу, открой ему свет истины твоей, чтобы он не погиб. Я вообще не знаю, о чем молиться. Дух Святой ходатайствует воздыханиями незреченными, вопиявами в овощи. Мы не знаем, о чем молиться. Я стану на молитве, и мне сразу мысль приходит. Вот сразу же, ту же минуту, я тогда начинаю об этом молиться. Тут звонок. Ну, на молитве я все равно звонок приму. Что? Там такая-то беда. В Германии там ребенка на операцию. В Германии молиться некому. Ну, мы слышали, в Германии. Я начинаю молиться. Я спросил только, а о чем вы хотите, чтобы молиться? Ну, она один внук, и она бабка так любит, и бабка позвонила. Не мать. Мать я знаю. Ну, и что? Ну, вот, чтобы операция тяжелая, на сердце у него порог. Так, я тебе сейчас скажу. Я сейчас буду молиться. Ровно через 10 минут он умрет на операционном столе. Вот я... Да, я слышал это вы говорили. И что она... Да, да, я знаю. Я говорю, я ничего не имею, я просто тебе говорю, я не прошу этого, но это может случиться. Я не духовный киллер. Но вчера одна подошла, близкая мне женщина одна и говорит, моя сестра болеет, так измучилась, помолитесь. Я пришел, только помянул, она звонит, все, умерла. Я только, говорится, только на молитву становиться, только так про себя шел дорогой, перекрестился, и она уже умерла. Это Бог делает так. У меня было такое. Одна подошла, муж бьет, он такой обманщик. Мою мать обольстила, мать сказала, выходи, он хороший. А он такой тиран, чтобы помолитесь. А я говорю, о чем молиться? Это чтобы обратился? Нет. Ну, значит, звонит мне, нет, три прошло, здоровый мужик умер. А другая услышала, тоже пришла ее подруга, о моем помолитесь. Я говорю, что он духовный киллер, какой-то, что ли, помолиться. Он не обратился, но Бог его брал. Не болел, ничего, сразу умер. И уже ни один случай такой был. Я боюсь молиться. Я говорю, ты останешься вдовою. Я не молюсь об этом. Я только молюсь, Господи, Боже мой, да будет воля Твоя. Если угодно, прими мою молитву. Если возможно еще, дай ему покаяние. Повторяю, никаких восторженных там, в виде пророчества, что я буду мэр Владивостока, бросить, дурью не майся. Не, не, не. Гнадий Гнадьевич, вот он, если, допустим, у него даже дети умрут, или кто, он так скажет, Бог дал, Бог взял. Мы не знаем, чего. Он даже говорит, говорит, у Бога, еще мы не родились, у него уже там книги написаны. чтобы он на меня-то ничего не имел. Да нет, он знает, что я с вами разговариваю, он смотрит, Все равно они очень ревнивые. Мусульмане страшно ревнивые. Ой, страшно. У нас писали один, он разошелся, она совершенно отдельно, а он за ней наблюдает. Ему сказали, она, говорит, завела какого-то мужчину. Он по водопроводной трубе забрался, и в комнату ворвался, а мужчина, и он сразу зарезал ее. Он говорит, теперь разбирает. Так она бывшая жена, у нас не бывает бывшая, она всегда моя. А сам живет уже с пятой, с десятой, а ее держал на контроле. И главное-то убил ее и его. Ну что, это нормально? Это нету доверия, эта женщина, если она подает поводу. Вот даже вот у них, у него сестра, вы знаете, она говорила про меня плохо, я была беременна, там это, я говорю, я крестьянка, и все, хочет и не хочет. Как-то начала со мной сборить, и через две недели у нее такое, что муж ее побил, чуть ли ее не, это самое, члене спину не раздробил, и в итоге они начали развод, и я говорю мужу, я говорю своему мужу, говорю, ты тоже поехать, она твоя сестра, говорю, они не должны разводиться, я говорю, это страшный грех. Хотят, не хотят, они хотели, полюбили друг друга, но побил, погневался, спросил, пошел, поехали, отпускай меня, меня тут уже работа ждет, отпускай меня. Игнатий Тихонович, а он поехал, это самое, поговорил все, а он говорит, он будто как зомби был, забиранный, я говорю, это сатана дело, ты же сам понимаешь, ты же видел, ты же с ним говорил, через какое-то время они помирились, теперь опять вместе, я говорю, ну видишь-ка, я говорю, вот так вот, когда говоришь плохо про кого-то, видишь, это опасно. Игнатий Тихонович, вы там эти книги для меня оставьте, оставил, на следующее лето, оставил, я приеду, до следующее лето, оставил, а то постоянно у вас видео я слышу, что вот книги заканчиваются, заканчиваются, как будто вы для меня всегда говорите. Первая книга стихов была, ее уже нету, я только один экземпляр за год отпустил на Испанию, на Испанию, на государство одно, а уже эти книги, если в Германии есть, уже туда я не дам, их нету, вот первый том почти уже кончился, но остается-то еще 36 книг, и при том у меня книги одна с другой не связаны, вот ты вырвал пять листиков, они не связаны со следующим, это вопросы, ответы и проповеди, они не связаны. Игнатий Тихонович, а вот я не знаю почему, вот я наоборот люблю евреев, у меня даже адвокат, который здесь помог нам с этим документом, он еврей-израиль, очень хороший, очень сильный, очень, вот даже моего мужа, так это как это, ну полюбил его, он говорит, ой, его это по фамилии говорит, Муса, Моисей, Муса пришел, ну давайте, ну ты видела, ко мне заходит Наум Израилевич, крестник мой, еврей. Да, да, я его так люблю, я вообще все видео, он как маленький ребенок, вот он достиг, вот как маленький ребенок, вот такие вопросы, говорит, он очень простой, очень простой, какое его отношение, отец, я только приехал, только вошли, а служба идет, он мигом меня сразу перед народом выставил, чтобы я, а после службы еще вопросы и ответы будут. Он в моем доме обратился, часа полтора побыл, привезли Баптистова, но Баптистов был, и все, он стал православным. Я говорю, бороться с евреями надо, но вот пускай через вас, которые на меня кидают камни, то пусть один еврей придет, станет священником, еврейский вопрос разрешился. Игнатий Тихонович, а вот этот вот Александр, у которого жена Светлана, что он, отошел, что ли, от церкви или что? Его слова такие, вы слышали. Дальше я ничего о нем не могу говорить, потому что у нас хорошие отношения были, я о нем молюсь, я о нем ничего не говорил и говорить не буду. Я только молюсь. Вы знаете, когда я видела видео, когда он пришел из Потеряевки, у меня прям так сразу, у него какой-то двоякий, вот эти Александры, они всегда налево, направо, вот эти вот все Александры, Сергея, Игорь, вот эти, они не знают, они ходят, ищут, вы знаете, знаете, почему с ним так произошло? Он постоянно вот с Сергеем Козловым и вот этот вот Димитрий, который, ну, часто я видел, вот Димитрий, вы говорите, вот все, которые не из церкви говорят, что я там причащаюсь, это уже все духовное, это уже сам. Они все одинаковые, у них всегда щетина есть, и везде они начинают мудрствовать, прости за выражение, Господи, блудливые, в буквальном смысле. Это духовный блуд, это самое настоящее. Они духовные только, телесный блуд, телесный. Телесный, да. Телесный. У нас такой блуд, и они сразу сошлись вот так между собой. Тут какие-то признаки существуют, одинаковые все они. Я нет, он сам, он начинает, а как сам, когда церковь образована Христом, а ты куда пошел? Вне церкви нет спасения, вне церкви нет. И поэтому, и они с такими людьми сразу сходятся, контакт у них идет. Ну и вот, он же постоянно контактирует, он разговаривает, я слышу, вот этот вот Дмитрий, он такие слова говорит, вот люди, которые слышат, они на самом деле так и подумают. И пройдет такое разделение, как с Моисеем. Половина туда, и половина здесь будет. Но если человек избран Богом, они ничего не сделают. Я отвечаю так, они вовремя помогают, отсеяться не нужен. Во времена апостолов были такие, Ян говорит, они вышли от нас, и через то обнаружилось, что они все были наши. Вот этот момент лицемерие снимает, когда они уходят. Они не были наши. И так что, я раньше сильно переживал за это, а теперь у меня есть такое, не прописанное в книгу жизни. И поэтому их нельзя не убедить, ничего не прописан. Или был прописан, а теперь вычеркнут. И все, нам не изменить это обстановки, это там решается, кажется, небесное. Скажите, а может быть и так, что сначала у Бога там прописано, а потом может случиться так, что уже все? Исход 32 глава, 32 стих, запиши себе. 32, 32, Исход. А то Моисей говорит, если не так, вычеркай меня, изгладь из книги жизни. То есть изглаживаться. А, да, 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 я помню, я несколько раз... Ну а почему в Откровении написано, чтобы кто не восхитил венца вашего? Многие потерпели коробок лишения в вере, будучи верующими, будучи прописанными. Так что много мест Писания говорит о том, что потерять легко. Но, Игнатий Тихонович, вы согласитесь с этим, что если Бог дал его дар, веру человеку, веру, только Бог может у этого человека забрать этот дар, да? Да, Нифон. То есть это не может никак. Житие святого Нифонта. Он не может Бог так просто забрать. Или это для испытания, или за грехи. Да, или испытание за грехи, да, вот как Иовна Гастрадальна. Ну, допустим, избавим, не веди в искушение, но избавим от лукавого. В искушение это двух родов. Одно искушение от Бога. От Бога искушение. Хотя Бог злом не искушает. А какие от Бога? Гонение и болезни. Вот это два пункта от Бога. А остальное, они от лукавого, или от наших прихотей. Да. Поэтому надо очень быть осторожным. Вот особенно осторожным. Всякое восхищение, вот это вот святые строго предупреждают там. А у меня такая эйфория, я вроде летаю, и проще это. Это дерни за ноги. Кто не дерни меня за ноги, чтобы я не улетел. Чтобы быть очень осторожным. На молитве спокойно не входить в это. А если это даже исключилось, что там что-то открыто, то это в другой приемлемой форме. Ни одного слова лишнего в это время не сказать. Сатана сильно пользуется. Это житие Исаакия Печерского. Надо просто знать житие. Вначале благоприятное пошло, потом он пришел. Теперь ты только считай, говори там что-то, Библию считай, а я за тебя молиться буду. Сатана за него и молится, слышит, читает молитву. Да, и он читал только Ветхий Завет, а Новый Завет не принимал. Да, я слышала. Это все у Серафима Роуза. Он говорил об этом. А братья пришли, когда с него эти чары-то сняли, он и считать не умеет, оказывается. И он прихожанами со всеми занимался, учил их Ветхому Завету, и Новый Завет вообще, говорит, не надо читать. Да, на меня выше какие-то, как не пойму евреи, или кто из-за рубежа, они там все одинаковые, вот такие, которые выше. И против, прямо против Христа воюют. А считают себя христианами. И все, Тора, Тора, Тора там, и обязательно миноры, миноры. А я видела, видела женщина и мужчина. Они до того грубые, до того невежественные, дерзкие такие. Пока он ее не убрал, разговаривать нельзя было. Игнатий Тихонович, если честно сказать, я с детства женщин не люблю. Не люблю я их, не знаю почему. Ну, женщин нельзя сказать. Я почему-то с детства очень любил бабушек. Вот я тоже бабушек люблю. Они такие немощные. И что-нибудь, мама, еще пирог там отнести, к ним отец там пообещал, если да посупал, барана отдам. И мы всегда разносили. Мы с детства приучены к этому. Я вижу, что она просит милостыни. А у меня ничего, кроме стипендии, нет. Если она по копеечке, я наберу на кирпич хлеба. Я ее подойду к ней и подам. Это с детства закладывается в ребенка. Игнатий Тихонович, а вот скажите вот... Наталья, вот смотри, у меня вокруг меня женщины все время-то. Ты бы знала, как я обихожен. Как они заботятся. Они не дают мне... Да я вижу, вижу, вижу. Да, да, да. Видишь, как. Вот сейчас они думают, вот сейчас звонят. Не надо ничего. Я сам себе приготовил. У меня все есть. Нет, я приготовлю маленько там то-другое. Я растолстею вот такой буду. Что будете со мной делать-то? Я тоже, Игнатий Тихонович, не люблю. Вы когда мне сказали, что есть вот... Хотят люди помочь, я не люблю вот эти подачки. Я не люблю, чтобы меня кто-то жалел. Два человека, которые я допускаю, разрешил. Разрешаю там что-то принести и прочее. Они заботятся. Они до того любящие у нас сестры. Даже не выскажешь. И вот интересно, у меня какие дела большие были. И всегда защитники женщины были. Вот. На машинке печатано, не печатано. Я не знал. Я одна подсказала, я сразу книжку достал и научился печатать. И еду в трамвае, и еду. Люди что разговаривают, а я в перчатках там, это не перчатках, а в рукавишках. Руки я печатаю, что они говорят. Не глядя. Переплетчикам отдавал, относил книги. Она, другая женщина, говорит, а ты чего же сам-то не научил? Я тоже познакомился, переплетное достал, и все, и теперь переплетчик, и веду курсы в университете, и по радио, и везде. Переплетчиков сколько выпустил. И везде меня подтолкнули женщины. Женщины. Я очень благодарен. У меня есть такое стихотворение, я благодарен всем женщинам. Слышала стихотворение-то, нет? Нет, не слышала. Послушай. Сейчас я зайду в стих. Я женщинам всем благодарен. Так, тут меня надо посмотреть. А я так люблю ваши эти стихи, в них, они даже меня как-то взбодряют, даже и смешно, и страшно. Я должен заглянуть, где у меня тут есть. Что-то никак не найду. Стихи разные. Так. А вот нашел. Слушай внимательно. Внимательно. У меня все стихи по 9 куплетов. Я слушаю. У меня очень хорошо работает слух. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Звинули лишь коса, змеёю струили щекосы, занозы и в них не вошёл, и нечего то ворошить. Я очень любил косы. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака. Из сердца кострища с горящей своей головнёй. Но вжив оставался, лишь бороду сдуло слегка. Да тёплую ночью прошедшая сладко кольнёт. Не мне подбивать ей тоже спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что чувствами сад ископыщен, но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прельстили, характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал, моё тело бесилось в могиле, а разум треножил в гиенском сгорая огне. Один на распутье был распутство, был спутан, наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне, но корень окрублен и вянут светистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял, работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен порошок истирал, примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанной милостью Божьей, вставал окружённым мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей, дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье и в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые, чистые сёстры. Обстиран, накормлен, нашатком в своём табурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. 9 ноября 5-го года. Ну как? Очень хорошо. Игнатий Тихонович, вот это, это так хорошо, знаете, эти стихи, я так их хорошо понимаю. Ещё, знаете, что там мне больше нравится, что у вас есть там слова из немецкого языка, из греческого языка, а когда их читает Никита или кто-то другой, ни одно слово не может понимать. То есть у меня очень богатый словарный запас, а там мне писатели и поэты говорили. Ну, во-первых, я занимался языками разными, а потом всё время считаю, учусь. Я всю жизнь учусь. Учусь, учусь, каждый день. Особенность греческого языка, там такие слова смешные, там очень хорошо. И когда выставляете, что-то немецкие слова... Скажите, Игнатий Тихонович, а вы вот там мне в скайпе послали стих, и там заканчиваются вот промедные трубы. Вот скажите, вот. А вот как мне испытать вот эти вот медные трубы? У меня нету испытаний такого, чтобы прям... Допустим, огонь и воды, и медные трубы. Огонь и воды — это наказание. Я это понимаю, что это означает. А медные трубы — это хвала, когда трубят тебе хвалу. Да, да. Хвалу. А как реагирует? Вот, допустим, выступает Кураев Андрей, он известный-то, что самый знаменитый миссионер нашей современности на меня. Другой выходит, самый лучший проповедник во вселенной на меня. Я ни тот, ни другой. И меня не касается совершенно это. Другой выходит, более счастливого человека я не встречал. Профессор один, Пушкиновед, Стручков. Сидит у нас генералитет в Алтайском крае. Генерала три. По разным областям. Мэр города. И обо мне беседует. А я зашел в это время. А мы о тебе только говорили, о вас говорили. Вы самый счастливый человек, которого мы знаем. Я говорю, а по каким параметрам определяли? Вы делаете то, что вам нравится. Это они так по зависти. Они сидят, они все замучены. А что завидуют-то? Я не должности не занимаю никак. Меня спрашивают. Они завидуют вашей свободе, Игнатий Тихонович. А вот. Это свобода. А ее ни у кого нет. Я не покоряюсь никаким их указом, ничего. Потому что вопреки Слово Божие. Вот это Андрей Кураев говорит, Игнатию это наплевать на это все, что там вы издаете. Там даже соборы вселенские. С Библией не сходится. Библия выше. Ну а мне, говорит, не все равно. Я думаю, что епископ скажет, как отнесется. Я поэтому ему завидую. Андрей Кураев два раза говорит, я ему завидую. Ну и все. А я ему не завидую. Вы знаете, у меня муж, он тоже, он имеет какую-то как бы зависть ко мне. Вот когда куда-то идет, куда, он, я говорю, ты завидуешь моей свободе, потому что я могу свободно сказать, что я христианка, я могу сказать по Библии там, или куда я не пойду. Я говорю, а ты постоянно что-то прячешься куда-то, как будто как зашуганный заяц. Да, да. И я не могу с ним уйти постоянно. Мы начинаем ругаться и спорить. Я говорю, я христианка, я не буду с тобой спорить. Я говорю, ты сейчас пойдешь сам, и я пойду сама, когда мне надо. Запиши сейчас, запиши место какое. Где Дух Господний, там свобода. Где Духа Господня нет, там рабство. Свобода. Это... А свобода – это развитие таланта. Поэтому я попам говорю, священникам, вы бесталантны, потому что вы рабы. Вы епископа боитесь. Епископ боится синода. Синод боится патриарха. А патриарх всех боится. А вот мне вчера выходит и говорит, вы знаете, вот человек, который никого не боится, нигде, и называет меня, может, когда суд кончился, я вернулся, отсидел, я спрашиваю, ну вы на суде были же? Были. Скажите, как я вел себя? Ой, как вы бесстрашно выступали против КГБ, против Ленина. Вы все говорили. Ну, перечисляют. Я говорю, а у меня внутри все сжималось. Я боялся. Я только не показал. А Златоуз говорит, а что ты не показал? Вот это главное-то. Я думал, что как бы статью 190 Прим не перевели 70-ю, срок в два раза больше. И тогда будет общего режима. Все, все, все. Пока-пока-пока. Все, до свидания.